Забастовка на авиационном заводе Сен началась в субботу. Всю неделю рабочие пытались договориться с дирекцией. ДСР соглашался на увеличение заработной платы, но решительно отклонял другие требования рабочих. Особенно его возмутили пункты, касавшиеся коллективного договора и платных отпусков. Он сухо ответил «Это не подлежит обсуждению». Сен началась в субботу. По духе забастовщики придут с повинной, или он объявит расчет и наберет новых. ДСР видел в этой непрерывной борьбе закон жизни и не испытывал к своим противникам ни симпатии, ни злобы. Народный фронт победил на выборах. К этой победе приложил руку и ДСР. Он верил в изворотливость радикалов. Среди новых министров были его старые приятели. Разговор с Виаром окончательно его успокоил. Из этого поджигателя выйдет отменный пожарный. Пылкие речи не смущали ДСР. Зачем принимать бенгальский огонь за катастрофу? Он ждал забастовок. Рабочий воспользуется выгодной для них ситуацией. Он готов был пойти навстречу и повысить ставки. Но требования, изложенные Мишо, его возмутили. ДСР не государство. Он всего-навсего предприниматель. Если Виар хочет посылать рабочих на морские купания, пожалуйста, пусть платит казна. Коллективный договор? Нет, господин Мишо. Я сторонник свободы. Вы можете оставаться на моем заводе или уйти. Это ваше дело. Я могу вас оставить или уволить. Это мое дело. В субботу рабочие не стали на работу. 18 тысяч собрались во дворе перед литейным цехом. Легре сказал, кто против, поднимите руку. Были среди рабочих малодушные, которые уговаривали не бастовать. Они боялись попреков домашних, голода, разгрома. Но теперь, когда надо было перед всеми признаться в трусости, они уныло молчали. Не поднялась ни одна рука. Двинулись к воротам. Тогда раздался звонкий голос Мишо. «Товарищи, стоп! Не уходи!» Он стоял на грузовике и, поднеся к арту рупор, кричал «Не уходи!» И как эхо со всех сторон откликались голоса «Не уходи!» «Товарищи, если мы уйдем, они наберут желтых!» «Мы должны оставаться на заводе, здесь ночевать, здесь жить сутки, неделю, месяц, пока не победим!» Раздались изумленные крики. Никто не понимал, о чем говорит Мишо. «Вот так забастовка! А жрать что будем? Все равно полиция выгонит!» Мишо продолжал кричать в рупор. «Вопрос о продовольствии разрешит комитет! Возьмем деньги в нашем союзе! Никто нас отсюда не выгонит! Руки коротки! Надо расставить посты! Не подпускать провокаторов! Господа из дирекции могут уйти домой, но назад мы их не пустим!» «Это правда, товарищи, что такой забастовки не было! А мы покажем!» Приятель Мишо, молоденький токарь Жано, влез на крышу корпуса, где помещалась дирекция, и повесил красный флаг. Он крикнул «Знамя над крепостью!» «Так началась необычайная забастовка, которая потрясла страну!» Весь день толпы народу стояли на набережной и на улицах, прилегавших к заводу. Три тысячи полицейских в боевых касках с противогазами готовились к штурму. Правительство, однако, колебалось, и полицейские отводили душу на женах-забастовщиков, которые пытались пробраться к воротам или на случайных прохожих. Вечером женщины все же прорвались к заводу. Они принесли хлеб, колбасу, сыр, вишни, вино. Некоторые притащили мячи для футбола, шахматы, книжки, гитары. Мать Жано принесла яйца и подушку. Жано вместе с другими влез на забор, а мать кричала ему снизу. «Ты что придумал, бесстыдник? Иди домой спать!» Жано сконфуженно улыбался. Из инженера в дирекции только Пьер присоединился к забастовщикам. Директор ему сказал «Осторожно, перебежчиков никто не любит». Пьер вскипел «Мой отец, сударь, был рабочим». Жано обрадовался, увидев Пьер. «Раз и Пьер пошел, значит, победим». Жано было 19 лет, и он мечтал о баррикадах, выстрелах, знаменах. Но и Пьер не был равнодушен к романтике. Ночью завод превратился в военный лагерь. Повсюду были выставлены караулы. Пьер и Жано стояли возле главных ворот. Пьеру казалось, что он на войне. Сейчас неприятель пойдет в атаку, а Жано шептал. «Что, если нападут? У тебя револьвер есть?» «Есть, но стрелять нельзя. Надо спросить Мишо». Случилось так, что Мишо, да то ли известный только коммунистам, да товарищам по цеху, стал сразу вожжем. Говорили, спроси Мишо. Мишо приказал. Мишо против. Мишо работал без устали. Он раздобыл котлы для супа. Он подобрал оркестр. Он сносился с городским комитетом и диктовал отчеты для иммунита. Он подбодрял малодушных. «Победи им еще как!» Он осматривал машины. Надо глядеть в оба, чтобы не повредили. Вечером музыканты заиграли интернационал. Им ответили тысячи голосов. И песня, выйдя из завода, пронеслась над полицейскими и дальше, над рекой, над черными домами встревоженного предместия. Женщины не спали, прислушиваясь к далекому пению. Что сулит им в завтрашний день? Голод, кровь, счастье? Не спали и забастовщики. Под частыми звездами летней ночи они молча мечтали о победе. Опасаясь столкновений, правительство ночью решило отвезти полицейских. В воскресенье народ свободно проходил по набережной к воротам. Но завод по-прежнему казался осажденной крепостью. Кто его осаждал? Да, сэр, тени желтых, призрак голода. Надо было продержаться до победы. В понедельник вечером, развернув газету Мишо, крикнул. «И они? Все? Еще как?» Он не мог говорить от волнения. Газета Лавуану Вэль сообщала, что непривычная забастовка, которая началась на заводе Сен, охватила Париж. Бастует все крупные заводы. В них заперлись сотни тысяч рабочих. Забастовали универсальные магазины. Вечером они ярко освещены, там затворились продавщицы. В кафе и ресторанах сидят забастовавшие официанты. Мелкие чиновники одного из министерств, объявив забастовку, отказались покинуть канцелярию. Отчет о сенсационной стачке написал сам Жолео, написал с присущим ему пафосом. Плебеи Парижа удалились на Авентинский холм. Газета рассказывала, что рабочие кварталы Парижа опустели. На улицах встречаешь только женщин и детей. Жолео заканчивал статью поэтично. Вспоминаются годы войны, когда мужчины тоже были далеко от своих семейств на фронте. ДСР провел два дня у себя в поместье. Узнав о забастовке, он отменил все деловые свидания, выключил телефон и сел читать о Виде. Он выжидал. Захват завода показался ему настолько нелепым, что он предвидел быструю развязку. Или забастовщики, опомнись, разойдутся по домам, или вспыхнет бунт. В понедельник ДСРу сообщили, что забастовка перекинулась на другие предприятия. На следующее утро он поехал в Париж, и не было девяти, когда его машина остановилась перед воротами завода. Молодой рабочий, стоявший на карауле, загородил дорогу. Посторонним запрещено. Какой же я посторонний? Я председатель административного совета. ДСР. Рабочий улыбнулся. Фамилия довольно знакомая. Но, видите ли, господин ДСР, если мы вас пропустим, вы не сможете потом уйти. Тогда вам придется сидеть здесь пока. Пока. Пока господин ДСР не уступит. Они оба рассмеялись. Но в душе ДСР злился. Что за балаган? Хороша свобода. Что сказали бы господа забастовщики, если бы их не впустили домой? ДСР не показал, что он возмущен. Все с той же добродушной улыбкой он сказал, вы остроумный человек, но вам придется меня пропустить. Рабочий послал товарища к Мишо за инструкциями и минут пять спустя объявил. Можете идти. Уйдете, когда вам вздумается. Но в цеха вход запрещен. Во избежание эксцессов. ДСР хлопнула рабочего по спине. Значит, учитесь хозяйничать. Замечательно. ДСР прошел по пустым комнатам дирекции. Курьер шел за ним вслед и сокрушительно вздыхал. Никого нет. Все ушли еще в субботу. Только господин Дюбуа остался, но он, прошу прощения, с рабочими. Машина осматривает. Прошу прощения, но господин Дюбуа забастовал. ДСР рассмеялся. Значит, и Пьер решил захватить завод. Позовите господина Дюбуа. ДСР попросил Пьера сесть. Предложил ему сигарету и потом сказал. Простите, что я вас потревожил, но у меня к вам один вопрос. Чисто личный. Вы что же, решили захватить завод навсегда или на время? Мне надо знать, как располагать своим временем. Никто заводы не захватывал. Это забастовка. И я нахожу требования рабочих справедливыми. Очень интересно. А вашему это забастовка? Нет, мой друг, это насилие. Не думайте, что я дрожу за мое добро. Мне страшно за Францию. Одно насилие рождает другое. Вы сами говорили, что дорожите чужим счастьем. Эти люди хотят жить и жить лучше, свободнее, веселее. Как же вы... Я вам говорил, что счастье нашей страны может погибнуть от простой случайности. Это неустойчивое равновесие. Теперь все катится вниз. Но это зависит от вас. Стоит вам подписать условия, рабочие очистят завод. То есть капитулировать. Это не мое ремесло. Это не в моем характере. Я предпочитаю подождать. Причем я не вызываю полицию. Я не требую от правительства защиты моих прав. Почему? Хотя бы потому, что я голосовал за Народный фронт. А что делаете вы? Вы срываете все. Вы не даете Виару провести реформы. Напротив, мы ему помогаем. Он теперь может опереться на движение масс. Виар бесспорно нас одобряет. Он... Десер вспомнил картины, пышную мебель, старика в Пенсне и усмехнулся. Он сказал миролюбиво. Вы убеждены в этом? Что же, тем лучше для вас. Желаю вам успеха. Да, я забыл спросить, как здоровье вашей супруги. Очень приятно. Теперь я могу покинуть ваш завод, не правда ли? До свидания. Пьер передал статичному комитету содержание своей беседы с Десером. Потом он сказал Мишо. Я никогда не мог подумать, что он окажется таким. Он не находил слова. Мишо засмеялся. Ты не думал, что Десер окажется Десером? Вечером решили устроить концерт, чтобы развлечь забастовщиков. Мишо накануне позвонил в Дом культуры, просил помочь. Маришаль разыскал своих актеров. Некоторые ответили, что заняты. Жанет сразу согласилась, хотя она не успела еще оправиться после операции. Сцену построили в палисаднике перед Домом Дирекции. Свел кругом жасмин. На лампочке надели пестрые бумажные фонарики. Музыканты настраивали трубы. Двор завода казался площадью провинциального городка в день местного праздника. Программа концерта была разнообразной. Маришаль прочитал стихи Рэмбо о мертвом солдате. Магия слов дошла до слушателей. Стояла плотная тишина. Потом певица исполнила роман Сыровеля. Она покорно бессировала и улыбалась. Среди красных флагов и листов железа. Кочегар-любитель спел песенку Мориса Шевалье «Париж остается Парижем». Все подтягивали и смялись. Нет, Париж уже не тот. Настал черед Жанет. Никогда она не чувствовала такого подъема. Ей казалось, что после долгих месяцев немоты, когда она повторяла перед микрофоном бездушные слова реклам, ей вернули дар речи. Ее огромные глаза пылали среди фонариков, а голос потрясал людей до слез. Она прочитала монологи заведчивого источника. Когда она кончила, ей ответила буря рук. Крики прервали аплодисменты. Это кричал народ Фуэнто-Овихуна, который она, не бедная актриса Жанет, но героиня Андалузии вела к победе. Жанно подбежал к подмосткам, крикнул «Идем!». Он не знал, куда зовет, зачем. Он только отвечал глазам Жанет. Она тихо улыбалась, измученная и счастливая. Подошел Пьер и, схватив руку, Жанет сказал, «Вы прекрасно читали. И как хорошо, что вы приехали. Видите, как они вас понимают. Это не театральная публика, это живые люди. Жаль, что Люсьен не пришел. Он что, занят? Не знаю, я его теперь не вижу». Мы разошлись. На минуту Жанет стало грустно. Она вспомнила свое одиночество, маленькую и неопрятную комнату в гостинице, куда она недавно переехала. Тишину радиостудии и пошлые слова реклам. Но тогда раздалось пение. Рабочие затянули «Это юная гвардия». Тысячи рук поднялись, как деревья невиданного леса, как мачты в гавани. И ни о чем не думая, во власти шума и слез, Жанет тоже подняла свой детский кулак. Потом она вздохнула и, не глядя ни на кого, пошла к воротам. А огни корпусов горели всю ночь. И Мишо обходил часовых. Тот вечер, когда Жанет выступала на заводе Сен, Люсьен проиграл 14 тысяч. Ему так не везло, что люди показывали на него пальцами. Артистический клуб был вульгарным игорным домом. Среди игроков, истомленных азартами жарой, навали шулера, ростовщики, проститутки, и, разменяв последнюю тысячу, Люсьен вдруг почувствовал, что он задыхается. Он подошел к раскрытому окну. Позади раздался шепот. «Звездами любуйте». Люсьен не ответил. Перед ним была раскаленная улица с писсуаром, на башенке которого светились слова «Лучший сыр корова смеется». Доходил приторный запах эфира, как из операционного зала. Люсьен оглянулся и увидел слюнявую морду Берже. «Сейчас заговорит о Векселе». Берже злобно сказал. «Придется обратиться к вашему папаше». Тогда Люсьен понял. «Уехать». Все последнее время он испытывал обиду отвергнутого. Чистолюбие снидало его, как скрытая болезнь. Всем своим существом он ощущал смерть. Звуки были приглушенными. Контуры предметов расплывались, преследовал запах эфира. Вдруг ночи он бежал по улице за незнакомой женщиной. Ему казалось, что перед ним Жанет. Он видел в темноте ее глаза и тупо повторял «Я не виноват». Как будто тень его в чем-то упрекала. Он был убежден, что Жанет живет с Андре и ненавидел тупого живописца. Решение уехать пришло сразу и показалось спасением. Избавиться от мертвой любви, от пошлюков из Дома культуры, от кредиторов. Однако для поездки за границу нужны были деньги, и немалые. Люсьен решил попытать счастье. Теперь он рассчитывал не на карты, но на родительскую снисходительность в поле Теса. Он тщательно обдумал, как лучше растрогать отца. Но когда дело дошло до объяснения, он забыл все и дал волю чувствам. Он начал с грубого попрека. Ты сидишь на деньгах, как собака на сене. Теса посмотрел на него маленькими глазками птицы и промолчал. Я хочу уехать. Здесь мне нечего делать. Может быть, я устроюсь в Америке. Но для этого мне нужно по меньшей мере 50 тысяч. Теса тоскливо зевнул и вдруг предложил сыну. Поедем к Максиму. Они попали в цветник женщин, красивые лица, холодные тела, элегантные вечерние платья, дорогие духи. Теса приглянулась в муглую девушку, похожую на креолку, с большими белками глаз. Он доверчиво шепнул Люсьену. Красотка! Люсьен кивнул головой. Это сразу их сблизило. Они почувствовали себя товарищами. Шампанское способствовало душевной теплоте. Помнив о просьбе сына, Теса сказал. Почему ты хочешь уехать? Здесь как раз время для тебя. По-моему, мы накануне революции. Нет, все окончится еще одним министерским кризисом. Для революции нужны люди, а их нет. Я теперь знаю эту публику. Когда я пришел к коммунистам, я рассчитывал на другое. Вот как? А я думал, что ты коммунист. Браво, Люсьен! Ты-то чему радуешься? Твой мир я ненавижу еще сильнее, чем коммунисты. И я не хочу идти на компромисс. Теса весь день мучила изжога. Он выпил в стакан содовое и кротко сказал. Тебе 32 года. Рассуждаешь ты как ребенок. Я был анархистом в 18 лет. Это все же простительней. Значит, ты меня осуждаешь за... Я тебя не осуждаю. Это ты после выборов заявил мне низость. А ты подумал, что я должен поддерживать семью? Твою мать, Денис, тебя. Кто оплачивает твою непримиримость? Люсьен рассмеялся. Ты? Тебе не нравится наш режим? Он никому не нравится. Но что ты предлагаешь взамен? Все другое будет еще хуже. Поверь мне, старая, пролеженная кровать лучше тюремных нар, даже новых. Ты говоришь, твой мир. А ты в этом мире купаешься. У тебя талант памфлетиста, но ведь наше общество ты обличаешь изнутри. Коммунисты тебе могут аплодировать, но с ними у тебя нет общего языка. Ты сам это признал. Нужно сделать выводы. Пора тебе за что-нибудь взяться. Я занял достаточно резкую позицию. Это только плюс. Но нас любят, когда человек начинает с эксцентрики. Во время войны Лаваль был красным, не желал со мной разговаривать. Ты хочешь поехать за границу? Идея неплохая. Но у меня нет денег. Все, что дал ДСР, ушло на выборы. Не знаю, когда теперь что-нибудь подвернется. Я говорю с тобой откровенно, но я могу тебе предложить другое. Писатели любят дипломатические местечки. Посмотри, Кладель, Жераду, Моран. А это я могу устроить в два счета. Представлять Блюма и Виара? Почему бы нет? Ты не изменяешь своим идеям. Можешь писать все, что захочешь. И сразу освободишься от денежных забот. Лусиен съежился, как будто проглотил кислое. Да чего противно. Впрочем, как все в жизни. Разве это его вина? Он хотел быть с революцией, его не поняли. И Жанет его не поняла. Лагранж, умирая, говорил, «Лусиен, мне холодно». Холодно в жизни. Ох, как холодно. А без цинизма не прожить. Лучше уж стать дипломатом, чем клянчить у отца деньги и унижаться. Когда Лусиен займет место в обществе, с ним будут считаться все, даже тупица из юманите. А счастья... Счастья все равно нет. Жанет Сандре... И Лусиен злобно сказал отцу, «Хорошо, я согласен». Я так и думал. Все-таки ты мой сын. Сейчас я это особенно остро чувствую. Теса вытер салфеткой мокрое лицо и шепнул Лусиену, «В то, если мы подзовем эту креолочку». Весь следующий день Лусиен не выходил из комнаты, глотал таблетки от головной боли и угрюмо смотрел на обои. Ему не хотелось жить. За обедом Теса сказал, «Мамочка, поздравляю, твой сын назначен вице-консулом Саламанку. А Лусиен, ты сможешь наблюдать революцию. В чужой стране и с дипломатическим паспортом это куда приятней». «А испанки?» Он поглядел искоса на Денис и замолк. Лусиен уныло сказал, «Быстро! Я позвоню Вяру, он теперь хочет меня обольстить. Это такая комедия». На следующий день Лусиен возле опера встретил Андре. Он хотел пройти, не поздоровавшись, но Андре его остановил. «Какие дела!» «Решительно все бастуют. Объясни мне, пожалуйста, чем это все кончится? Ты-то, наверное, знаешь». «Я уезжаю через три дня в Испанию». «Вот что!» «Да, там тоже история. Я читал в газете. Лусиен не сказал ему о месте вице-консула. Зачем исповедоваться перед этим пошляком?» Он молча протянул руку. Тогда Андре смущенно спросил, «Жанет едет с тобой?» Лусиен едва скрыл изумление. «Значит, Жанет не с ним». На минуту он обрадовался. Вот это хорошо. Пусть не чья. Но тотчас тоска покрыла все. Он вспомнил вечер у Жанет. Куклы из тряпок, пустые глаза, одиночество. Он упустил свое счастье, как птицу из руки, как карту прозевал. Не поставил. И, растерянно глядя на Андре, Лусиен пробормотал. Прости, у меня болит голова. «Ты говоришь, Жанет?» «Не знаю». «Право, не знаю». Бреттейль стоял над кроватью своего пятилетнего сына. Ребенок хрипел. На лице был румянец жара. Жена Бреттейля всхлипывала. «Перестань. Бог даст он поправиться». Я говорил, что нельзя его ставить под холодный душ. Ведь он перед этим бегал, потный был. «Перестань. Мальчика нужно закалять». Темнело, и жена не видела глаз Бреттейля. Он стоял высокий, сухой и плакал. Плезы текли из тусклых глаз на запавшие щеки. Бреттейль был уроженцем Лотарингии. Он вырос в бедной набожной семье. В 12 километрах от его родного города проходила граница. С детства Бреттейль слышал рассказы об осаде Бельфора, о самодурстве какого-то обер-лейтенанта, о потерянных областях. Мечту о реванше он зазубрил, как катехизис. На войне он был дважды ранен. Он вошел с головным отрядом в МЭЦ, и там тетка Бреттейля лишилась чувств, увидев первый французский флаг. По характеру Бреттейль не походил на француза. Он не терпел шуток, не любил пафоса, не пил вина. Маниакально-опрятный, педантичный, сухой, он в парижских салонах казался немцем. Политика приучила его к известной гибкости, приходилось якшаться с людьми склада Тесса. Бреттейль в душе презирал своих товарищей по парламенту. Он дружил с военными, с мелкими помещиками, с учеными-богословами. После войны он поверил в возрождение Франции, об этом говорил его земля Понкаре. Но шли годы, и ничего не менялось. В стране хозяйничали масоны, Бриан, Эрио, Пенлеве. Теперь даже эти времена оказались ему потерянным раем. Куда заведут Францию Блюм, Кот, Виар? Два года тому назад Бреттейль понял, что выход в насильственном перевороте. Италию спас поход на Рим. Гитлер железом выжиг язву марксизма. Бреттейль приступил к организации тайных отрядов. Каждый отряд состоял из 50 человек, называемых верными. Начальника именовали латником. К Бреттейлю шли разные люди, романтики и тупицы, честолюбивые игроки и озлобленные мстители. Богатые видели в нем своего защитника, лавочники и ремесленники верили, что Бреттейль спасет их от разорения. Мелкие маклеры, приказчики, репортеры мечтали с его помощью выйти в люди. Кого только не было среди верных. Метр д'отель ресторана «Версталь» пришел к Бреттейлю, потому что обожал иерархию. Жизнь ему казалась пирамидой посетителей и лакеев, бокалов и вин. Флорио был венерологом. Он ненавидел евреев, которые, по его словам, переманивали пациентов и лишали его куска хлеба. Он пошел за Бреттейлем, потому что Бреттейль обещал очистить Францию от Ротшильдов и от врачей еврейского происхождения. Сын крупного мукомола Бомбар хотел вернуть Франции былой престиж и стать заодно послом. Бывший агент второго бюро Дине, которого выгнали из разведки за растрату подотчетных, считал себя жертвой масонов. Он жаждал разогнать парламент и повесить эрео. Владелец конского завода Гримо ходил с хлыстиком, любил мулаток и презирал механический прогресс. Он считал, что состоять в отряде верных — признак хорошего тона. Владелец посудного магазина Гуаде боялся, что коммунисты захватят его торговлю, перебьют товар и отберут сбережения. Это был красномордый, широкоплечий, детина. По утрам он занимался гимнастикой и всерьез готовился к бою. Служащий метро Обри был на редкость уродлив и нищ, как церковная крыса. Говорили, будто его обидела одна девушка. Он ненавидел людей и, глядя на Бретель, ухмылялся. Этот наведет порядок. Было среди верных немало полицейских, и тайные отряды не представляли тайны для префекта. Но власти прикидывались, что они ничего не видят. Для камуфляжа Бретель образовывал спортивные кружки и землячество. Дело требовало средств. Бретель не раз обращался к крупным капиталистам, но нарвался на отказ. Он говорил не о пропаганде, а об оружии. И пугал своей прямолинейностью. События последних недель его окрылили. Воротивы различных трестов, прежде думавшие только о министерских комбинациях, а теперь испуганные забастовками, начали с надеждой поглядывать на непримиримого Бретеля. Перекрестив больного ребенка, Бретель направился в союз уроженцев МЭЦа. Там он должен был встретиться с генералом Пикаром. На больших бульварах светились витрины. В них были выставлены плакаты забастовщиков, украшенные красными лентами. Возле некоторых магазинов стояли девушки с кружками для детей-забастовщиков. Одни прохожие хмурясь и ускоряли шаг, другие кидали в кружку монету. Когда девушка протянула кружку Бретелю, он остановился и сурово сказал, «В лагере вас научат работать». Генерал Пикар уже ждал Бретеля. Это был сухощавый человек лет шестидесяти, с кривыми ногами и кавалериста, со множеством орденов и с уничижительной усмешкой. Он всех презирал. Даладье и гомелена, английского короля и свою жену, театр, газеты, выборы. Доверял он только Бретелю. Этот может спасти Францию и армию. Бретель спросил, «Как у вас?» «Дураки и трусы. Боятся, что Блюм начнет чистить штаб». «Настроение солдат?» «Гнусное. Коммунисты работают вовсю. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, это нейтралитет армии. Я не говорю, конечно, о колониальных частях. А, кстати, мне удалось перетащить два марокканских полка в Вен Сен. «Одни марокканцы нас не вывезут. Я надеюсь, только на верных. Имеется две возможности. Или вы нас снабжаете оружием, или мы берем то, что нам предлагают». «Кто?» Бретель посмотрел на Пекара и раздраженно ответил. «Важно не кто, а что. Шестьдесят тысяч винтовок, четыреста пулеметов, боеприпасы. Из Дюссельдорфа. При этом никаких обязательств, кроме тех, которые вытекают из нашей программы. Порядок и мир». Пекар, подумав, сказал. «Неплохо. Я лично предпочитаю для такой операции автоматы. Ну что же, берите. Одно не мешает другому. Я тоже наскребу в арсеналах. Мы должны начать с локальных действий, чтобы дискредитировать правительство. Виар хочет придать захвату заводов оттенок законности. Необходимо подмешать к его речам немного крови. Они еще долго беседовали. А в соседней комнате, едва освещенной тусклой лампочкой, латник Грине, поджидая Бретейля, зевал и напильничком точил ногти. Грине, как-то учинившись скандал в Доме культуры, слепо верил в Бретейля. Это был стирота из воспитательного дома, камевояжор, развозивший по провинциальным городам ортопедические приборы, бедный фат, часами обдумывавший, какой галстук надеть к перелицованному, но тщательно отглаженному костюму. Урод, мечтавший о любви красавицы, истерический крикун и озлобленный неудачник. Он стал латником первого отряда верных, и его-то Бретейль выбрал для боевой разведки. После завтра в 6 часов утра верные придут к заводу СЭН как безработные. Подойти незаметно. Вы вступите в перебранку с постами. Постарайтесь их спровоцировать. Если они не начнут, стреляйте. Я постараюсь, чтобы полиция была поблизости. Необходимо довести дело до настоящего столкновения. Вы меня поняли? Все верные получат билеты Христианского союза рабочих. О характере операции они не должны знать. Я остановился на вас, потому что у вас нет детей. Все будет выполнено, начальник. Грине поднял руку и хотел выйти, но Бретейль крепко обнял его. Спасибо. Бретейль вернулся домой в 2 часа ночи. Жена встретила его словами. О спалении легких. Бретейль сидел до утра над больным ребенком. Весь следующий день он работал. Он попытался встретиться с ДСРом. Лучше всего, если дирекция завода СЭН объявит о наборе рабочих. ДСР, однако, уклонился от встречи, боялся провокации. Зато Бретейлю удалось уломать префекта. Решили, что полицейские будут стоять возле завода на набережной. Если произойдут какие-либо столкновения, они вмешаются. Вечером Бретейль еще раз встретился с Грине и проверил все детали операции. Он снова просидел ночь над ребенком. Доктор сказал, что надежды на выздоровление нет. На Бретейль верил в Бога. Его губы шевелились, он повторял слова молитвы. Было чудесное летнее утро. В садах кричали пичуги. Их голосов еще не заглушал шум города. Изредка проезжали грузовики огородников. Шли булочницы с длинными хлебами. И запах свежего хлеба веселил душу. Верхние окна домов светились как бы изнутри теплым розовым светом. Верные один за другим подходили к мосту Жавель. Грине проверил. Не пришли четверо. Сорок шесть, разбившись на мелкие группы, разными путями двинулись к заводу. А на заводе это утро, одиннадцатое утро забастовки, начиналось мирно. Одни часовые сменили других. Мишу ночью спал, теперь он мылся и фыркал весь в мыльной пене. Возле главных ворот Жанно, вспоминая концерт, пел романсы. Фьер, проснувшись, жевал хлеб. Почему-то в голову пришли стихи Верлена, бледная звезда рассвета. А солнце было уже ярким. Кое-кто из старых рабочих угрюмо думал. Вот и одиннадцатый день. Когда же это кончится? Говорили, будто правительство очистит завод силой. Но Мишу усмехался. Вздор. Жанно, теперь покажи, как мистингетт ходит по лестнице. Жанно сделало уморительную гримасу, желая показать молодящуюся старуху. И защемив рукой брюки, как юбку, стал сходить по пожарной лестнице вниз. Вдруг он вскрикнул. «Кто там?» Перед воротами толпились какие-то люди. «Открывай!» «Вы пришли наниматься. Лодыри, выкидывайся отсюда!» «Красное жулье!» Жена не осталась в долгу. «Ах вы, собаки этакие! Желтые, фашисты! Вы вас дегтим выможем!» «Теперь кричали сотни людей!» Трудно было разобрать слова. Особенно горячился Грине. Подбежав к рабочим, он быстро что-то выкрикивал. Его лицо скосило судорога. Он походил на припадочного. Напрасно Мишо пытался урезонить товарищей. Дерзость фашистов вывела всех из себя. Все последние дни Мишо опасался нападения. Он поставил возле ворот пожарных с насосами. Главное не допустить столкновений. Он усмехался, глядя на Грине. «Полсотни юродивых! Наши их перекричат!» Успокоились и другие рабочие. Напрасно верные бесновали. Забастовщики лениво, даже благодушно отругивали. Жено стал перед разниванием Грине. «Глядите, товарищи, это бешеная индюшка с макаронами!» Тогда раздался выстрел. Жено упал навзничь. Мишо выбил револьвер из руки Пьера и, покрывая рев толпы, крикнул «Не смей стрелять!» «Спускай насосы!» Пожарные обдали верных водой. Те разбежали. Только Грине еще прыгал в ярости, ничего не чувствуя. Потом показались полицейские, и Грине исчез. Мишо стоял над Жено, улыбается. А на камнях кровь. Жено. Смерть этого молодого веселого человека казалась настолько непонятной, что Мишо вдруг крикнул «Убили!» Он глядел на других. Может быть, они скажут «Нет!» Рабочие стояли вокруг, сняв кепки. И сквозь туман Мишо увидел искривленное болью лицо Пьера. Грине, спустившись к реке, забрался под мост. Он дрожал от холода и обиды. Какой-то бродяга сказал, что «Выкупался!» Грине плюнул в него. Он долго сидел на солнце. Нельзя же ходить по городу мокрым. Потом он пошел в парикмахерскую, его брили, обрызгивали одеколон, мазали фиксатуаром волосы, а он повторял «Еще!» Он лечил себя полузабытьем, и звук ножниц казался ему стрекотанием цикад в душистом саду. Было одиннадцать часов утра, когда он явился с докладом к Бретейлю. Его ввели в кабинет. Бретейль стоял на коленях перед маленьким распятием. Сын его умер. Увидев Грине, Бретейль встал. Убитые есть. Я одного уложил, а из верных — никого. Они — насосами. Ни одного? Что же вы наделали? Ведь теперь все сорвано. Грине не понял. Он тупо посмотрел на Бретейли и ответил «Как латник, я отвечаю за жизнь верных». «Ты не латник!» «Ты дурак!» Бретейль снова опустился на колени. Гриной тихо вышел. В передней плакала служанка. Он ей сказал «Ваш хозяин — великий человек, а мне, наверное, скоро крышка». Убийство Жано заполнило все парижские газеты. Левая печать обвиняла Бретейли и требовала крутых мер против тайных организаций фашистов. Правые газеты утверждали, что Жано убили коммунисты, так как он стоял за прекращение забастовки. В Маттен была напечатана плаксивая статья о несчастном подростке, который обожал свою старую мать и которого коммунисты приговорили к смерти. Только лаву Анувэль уделила мало места кровавому происшествию. Жалё писал «Кто бы ни был убийца, мы осуждаем насилие и призываем французов к гражданскому миру». Это было поэтично и ни к чему не обязывало. Два дня спустя убийство Жано обсуждалось в парламенте. Запрос внес Бретейли. Все ждали скандала, и трибуны для публики были переполнены. Еще до начала заседания в зале стоял неописуемый шум, депутаты энергично переругивались. Председатель Эрио стучал линейкой по столу, как выведенный из себя учитель. Потом он схватил звонок, язычно крикнул «Замолчите!». На минуту водворилась тишина. Но когда на трибуну поднялся Бретейль, слева раздался рев «Убийца!». Депутаты стучали пепитрами, что-то выкрикивали. Пристава стояли на готове, опасаясь рукопашной, а Эрион одрывался. Наконец шум стих, и Бретейль начал. «Кто меня называет убийцей?» «Убийца невинного рабочего, коммунисты, которые сдалили кровью!» Крики заглушили его голос. Он продолжал говорить, но до депутатов доходили только отдельные слова. «Бедная мать, царство анархии, беспомощность Блюма!» «Виар потакает!» На правительственной скамье «Виар» рассеянно рисовал кораблики. Речь Бретейля его не пугала. Неуклюжее нападение на парламентское большинство. Он думал о другом, как ликвидировать забастовку. Некоторые радикалы начинают ворчать. Рабочий держится стойко, а хозяева и слышать не хотят об уступках. ДСР что-то придумал. Раздались аплодисменты и свистки. Собрав документы, Бретейль сошел с трибуны. Социалисты еще вчера решили, что с защитой правительства выступит радикал. Так будет дипломатичней. Когда председатель предоставил слово ТСА, к леву раздались дружные аплодисменты. Правые молчали. ТСА начал говорить среди напряженной тишины. Он оплакивал молодую жизнь, осуждал людей, которые хотят довести страну до гражданской войны, прославлял защитников Вердена, цитировал Гюго. Депутаты растерянно переглядывались. Вдруг ТСА, повернувшись к ВИАРу, сказал, «Я должен к моему прискорбию признать, что правительство, допуская захват заводов, оправдывает насилие. Я говорю это как сторонник социальной справедливости, как депутат Народного фронта». Слово ТСА были настолько неожиданными, что в первую минуту все молчали. Потом Бретель встал и отчаянно, как на огромной площади, крикнул «Браво!». Тогда овация потрясла зал. Правые и часть радикалов неистово аплодировали. Напрасное Рио пытался унять депутатов. Обито поражение, ненависть к Народному фронту, страх последних недель, все вылилось в этих рукоплесканиях. Виар переменился в лице. Добрая половина радикалов аплодирует. Что же будет с Народным фронтом? ТСА теперь говорил о своем доверии правительству, но все понимали, что он золотит горькую пилюлю. После ТСА выступил коммунист, депутат одного из северных департаментов, горняк с синими жилками на лице. «Мы требуем, чтобы правительство положило предел работе фашистских убийц. Необходимо расследовать деятельность депутата Бреттейля». Началась обструкция правых. Бреттейль ушел. Но его друзья кричали, не умолкая, добрый час. Социалисты сидели неподвижно, как будто происходившее их не касалось. Они находили речь коммуниста чересчур резкой. Наконец Рио надел цилиндр. Это означало перерыв. Депутаты, как школьники, обрадованные переменкой, ринулись в кулары или в буфет. Радикалы собрались на фракционное совещание. Одни депутаты одобряли речь ТСА, другие говорили об обманутых надеждах страны, о первой трещине в Народном фронте, об интригах правых. ТСА скромно сказал, «Я хотел спасти Народный фронт и нашу партию». После долгих споров радикалы решили согласовать свое поведение с социалистами, указав на желательность очищения захваченных заводов. Социалисты тянули с ответом. Виар хотел переговорить с ДСР. Публика на трибунах была разочарована, когда Рио предложил перенести обсуждение запроса Бреттейля на вечернее заседание и заняться законопроектом о борьбе против эпизоотии. Бреттейль крикнул, «Господа радикалы струсили! Авиар ждет инструкции из Москвы!» Один социалист кинулся на Бреттейля с кулаками, тот отпустил ему пощечину. Началась потасовка, депутаты примяли пристава, а Рио все звонил и звонил. Потом депутаты ушли в буфет, всех мучила жажда. На заседании присутствовало человек 30, да и те под монотонный голос докладчика читали газеты или строчили письма своим избирателям. Зиар с тяжелым сердцем поехал к Десеру. Он долго колебался. Не умолит ли этот визит его достоинством? Он, министр Народного фронта, едет на поклон к таинственному финансисту, который еще недавно поддерживал банды Бреттейля. Но что же делать? Забастовки ширятся, как круги на воде. Кажется, вся Франция бастует. Из Парижа движение перешло на провинцию. Останавливаются автобусы. Из портовни выходят сюда. Каждый день приносят новые сюрпризы. То актеры захватывают театр, то кассиры закрывают окошечко кассы, то могильщики отказываются рыть могилы. А хозяева уперлись. Некоторые из них говорят, тем лучше. Пусть все идет к черту. Жизнь страны парализована. Как-никак, Дессер лучше представитель капитализма. Надо попробовать с ним договориться, понять его игру. Дессер участливо спросил ухо. Как ваше здоровье? Благодарю. Я очень устал. Понятно. Проводить такую забастовку. Мы страдаем от нее, как и вы. Нам нужно поговорить. Скажите, что вы нам предлагаете? Дорогой друг, вы министр, а я частное лицо. Я жду ваших распоряжений. Виар хотел встать и уйти, но сознание ответственности победило обиду. Он кротко сказал, «Я не понимаю вашей иронии». «Это не ирония. Это самозащита. Судите сами, если я начну требовать расправы с забастовщиками». Дессер перевел разговор на живопись. Виару было не до картин, и он откланялся. «Что делать?» Игра Дессера оказалась сложной. Он, видимо, задумывал расколоть правительственное большинство. Сегодня половина радикалов поддержала Тесса. Значит, очистить заводы. Но тогда рабочие пойдут за коммунистами. Это революция. Отвратительная игра. И так и это к проигрышу. Виар долго терзался. Усталость подсказывала ждать. Это было чем-то родным, знакомым с детства, уютным. Ведь всю жизнь он ждал. Ждал победы на выборах, торжества прогресса, всеобщего умиротворения. Ждал и в личной жизни счастья, признания, покоя. Дессер прав, выжидая. Конечно, надо ждать. Все образумятся. Главное, не сделать лишнего жеста. Перед вечерним заседанием Виару доставили сводку секретной полиции. Агенты сообщали, что среди стачечников замечается раскол. Многие стоят за прекращение забастовки. На заводе СЭН число сторонников соглашения растет. Виар удовлетворенно улыбнулся. Потом он подумал, надо предотвратить полный провал забастовки, иначе этим воспользуются правые радикалы. Но ведь и Дессер настроен примирительно. Можно найти компромисс. Время работает на нас. Радикалы ничего не добились. На заседании правительство в лице Виара дало туманный ответ. Необходимо, с одной стороны, защищать интересы трудящихся, с другой, охранять законность. Право протестовали, вставали, социалисты аплодировали, радикалы молчали. Десса с места крикнул. «Если вы не очистите заводов, вас сметет волна общественного негодования!» Снова раздались хлопки и крики. Виар грустно улыбался. Он устал. Очень устал. А Десса был героем дня. Ему жали руку. Его сравнивали с Миробо, с Лафайетом, с Гандеттой. Он еще переживал угар дневного выступления. Он чувствовал себя бесстрашным трибуном, борцом за истину. Он говорил, «Плыву против течения!» Домой он приехал слабый, но счастливый. Жена, как всегда, лежала с грелкой. Люсьена не было дома. Кутил перед отъездом. А Десса хотелось рассказать кому-нибудь о своем триумфе. Он прошел к Денису. Он повторил перед дочерью свое выступление с жестами, с мимикой, вставляя другим голосом, как напечатанные в скобках, здесь аплодировали. Увлекшись, он не глядел на Денис, а она сидела убитая. Все последнее время она думала о жизни отца. Еще зимой она ничего не понимала в политике. Ей казалось, что отец занимается скучным, но почтенным делом. Теперь она ходила на собрания, читала газеты. Разговоры отца за обедом стали для нее мучительными. С каждым днем перед ней все больше раскрывался неопрятный политикан, готовый на любую сделку. Лихорадка парижских улиц захватила Денис. Из газет она знала, что во главе стачечников завода Сен стоит Мишо. Она верила ему, и забастовка представлялась ей войной за справедливость. Узнав об убийстве молодого рабочего, она вспомнила слова Мишо, только кровью можно связать слова и поступки. Она спрашивала себя, что же ей делать. Она была стыдлива по природе, боялась жестов, громких слов, ей хотелось каким-то поступком сразу перечеркнуть свое прошлое. Теперь она обратилась бы к Мишо за советом. Но Мишо занят другим. И вот отец приходит к ней, хвастает своим выступлением, повторяет, что во всем виноваты захватчики. Она вдруг прервала его. Довольно! Теса с изумлением посмотрел на дочь. Что с ней? Денис стояла, высокая, худая. Ее красота теперь казалась суровой. Сердитые глаза глядели в упор на Теса. Что с тобой? Я не могу этого слышать. Я не хочу тебя обижать, но мне это кажется недостойным. Может быть, и я такая же. Наверное, нужно иначе жить. Не знаю. Но какая это мука? Она выбежала из комнаты. Теса раздражился и пошел к жене. Твоя дочка в тебя. Какой-то религиозный фанатизм. Рай, ад, черт знает что. Поль, почему ты надо мной смеешься? Я не смеюсь. Вы все сошли с ума. А я человек свободомыслящий и предпочитаю чистилище. Он поехал к Полет. Там он мрачно пил коньяк. Напрасно Полет пыталась его развлечь. Поцелуй меня, цыпленок. Он не двигался с места и уныло бормотал. Все идет к черту. Решительно все. Мать Жано Клеманс-Дювали была сварливой, но добродушной женщиной. С ревматическими руками, седыми, переходящими в желтые волосами и с еще живыми глазами былой красавицы. Она ходила по домам, убирала комнаты холостяков, мыла полы, иногда стирала, иногда штопала. И так вырабатывала на жизнь. Прежде было труднее. Мужа Клеманса убили незадолго до перемирия, и она осталась с двумя малютками на руках. Много горьких жалоб услыхала тесная комната на седьмом этаже, с каменным полом, с дымной печуркой и с огромной кроватью, доставшейся Клеманс от бабушки. То не хватало денег на ведерко угля, и дети мерзли, то протирались штанишки Жано, то надо было купить задачника Аннет. Она все же поставила детей на ноги. Аннет вышла замуж за монтера и уехала в Леон, а Жано удалось пристроить на завод Сен. Какое это было счастье! В тот день Клеманс даже купила бутылку запечатанного вина, ведь сколько сверстников Жано бродило по длинным улицам парижских пригородов от одного завода к другому, и все надеялись, может, возьмут. Но на всех воротах было написано, здесь не нанимают, не брали даже ученики. Соседки вздыхали, взрослые сыновья для всех были обузой, и Клеманс глазам не верила, когда Жано принес первую получку. Она гордилась веселым бойким сыном, но и боялась за него, насмешливый, всех передразнивает, первый лезет в драку. Разве трудно такому погибнуть? Сколько раз она ему говорила это, ведь для нее он оставался ребенком, которого не грех и отшлепать за глупую проказу. Когда Жано стал ходить на собрание, Клеманс сполошилась, она сердцем почувствовала опасность, говорила, брось, пугала его, а он отшучивался. Этой весной, первого мая, он прошел мимо нее с красным флагом. Клеманс не ходила в церковь, она считала, что если Бог и существует, хода к нему нет, но увидав Жано с флагом, она все же перекрестилась. Так мальчик может пропасть. А потом началась забастовка, да еще какая. Прежде бастовали, но тихо, сидели дома, ждали. Эти выдумали засесть там. За такое могут и схватить. Клеманс стыдила, Жану уговаривала его вернуться домой. Он и слышать не хотел. Каждый вечер Клеманс носила ему яйца, сыр, колбасу. Она не жаловалась, что у нее тугость с деньгами. Ведь не за себя она боялась. И вот пришла страшная весть. В той минуты она будто онемела. Ни соседки, ни родственники, ни товарищи Жану не услышали от нее ни одного слова. На похоронах она шла впереди и беззвучно плакала. За ней ушли двоюродная тетка Жану с детьми, соседей, а позади делегация рабочих Сэна, Мишо во главе. Решено было, что рабочие до победы не оставят заводы и похороны вышли скромными. Похоронили Жану на кладбище пригорода среди тесных могил с чугунными крестами и бисерными веночками. Было знойное летнее утро, пахло резидой и птицы заливались, а речей не было. Товарищи Жану молча жали руку Клеманс один за другим и только красные ленты на венке, который держал Мишо, говорили о драме. Когда делегаты вернулись с кладбища, токарь Стильвен в злобе крикнул «Эти речи говорят, а других убивают?» Полицейские не обманули Виара. Положение на заводе сэн было трудным. Две недели забастовки сломили волю многих. Жены теперь приходили к воротам не с провизией, но с жалобами, деньги вышли, а лавочники не отпускают в кредит. Убийство Жанона несколько часов сколыхнуло всех. Хотели расправиться с убийцами, и Мишо едва удержал товарищей. Но к вечеру всех снова одолели унылые мысли. Дома голодают, считали, сколько дней уже бастуют, говорили, а все зря. Люди, связанные с дирекцией, распространяли различные слухи, уверяли, что завод закроет до января, нет заказов. Говорили, будто полиция предъявила ультиматум очистить здание, не то пустят газы. Недовольные группировались вокруг Сильвена, человека, увлекающегося и неуравновешенного. В начале забастовки он предложил пустить завод и заменить дирекцию выборным комитетом. Когда его высмеяли, он обозлился, а если так, это дело проигранное. Дессеру легко ждать, не нам. Когда жена сказала ему, что у нее не осталось и франка на молоко, он вскипел, надо кончать с этой дурацкой стачкой. Он говорил истерически, в голосе часто слышались слезы. Каждым днем его все охотни слушали. Он предложил устроить тайное голосование. Он был убежден, что из 18 тысяч рабочих 10 выскажутся за прекращение забастовки. Мишо возражал. Это дело чести, и голосовать надо открыто. Он далеко не был уверен в стойкости товарищей. Казалось, день поражения близок. Дессер был, конечно, прекрасно осведомлен обо всем, что происходит на заводе, и решил попытаться сломить движение. Он вторично вызвал Пьер. Здравствуйте, дорогой энтузиаст. Заточение вам пошло на пользу. Вы прекрасно выглядите. Я хочу передать мои соображения статичному комитету. Мне говорили, что вы в него входите. Я принимаю пункты, касающиеся заработной платы и рабочих часов. Я категорически отвергаю коллективный договор и платные отпуска. Это относится к области чудес. Вы еще верите Виара? Что же, может быть, он сотворит чудо. Что касается меня, если забастовка не кончится, я закрываю завод. Не думаю, чтобы ваше предложение было принято. Пьер обычно порывистый, восторженный, был сух. Дессер почувствовал неприязнь. Зачем сердиться? Я капиталист, этим сказано все. Рабочие по-своему правы. А вы? Вы ни рыба, ни мясо. Но вы хотите быть бифштексом, да еще кровавым. Мечты. Что вам коллективный договор? Вы сломаете себе шею, а люди останутся людьми. Я в них верю. Нет, может быть, вы их любите, но вы в них не верите. Вы ведете народ к самому жестокому деспотизму. Как все это грустно. Пьер ушел. Десер посмотрел в окно на ярко лазоревое небо, на красный флажок, на вихлястого подростка королевшего возле дирекции. И Десер позавидовал Пьеру. Он глуп, но счастлив. Он во что-то верит, а дальше не все ли равно во что? Десер усиротливо, так страшно просыпаясь утром начинать суетливо и пустой как пустыня день. Пьер передал предложение Десера Мишо. Тот сразу сказал «До утра ни слова. Завтра соберем всех, проголосуем». Пьер сам думал, что нужно действовать осторожно, объяснить каждому в чем дело. Главное, чтобы Сильвен не узнал о предложении. Они долго об этом толковали. Вдруг Мишо обнял Пьера, это было вместо ненайденных слов, и Пьер понял значительность жеста. Он был настолько взволнован, что и сам ничего не мог вымолвить. Мишо прежде относился к Пьеру недоверчиво, называл его в сердцах сдобным за мягкость, не мог ему простить увлечения социалистами, в частности Виаром. Но во время забастовки Мишо узнал и полюбил Пьера. То, что одним из лучших инженеров Сцена пошел с рабочими, свидетельствовало о его бескорысти и мужестве. А в повседневной жизни Пьер невольно привлекал к себе. Это был фантазер, что ни минута придумавший какой-нибудь невозможный план. Когда Мишо говорил «не пройдет», он не спорил, не обижался, но сейчас же начинал придумывать что-нибудь другое. Весел южанин, он в самую трудную минуту мог всех рассмешить, рассказывал марсельские анекдоты, прыгал, куролесил, и Мишо ласково думал «ребенок», хотя Пьер был на два года старше его. Иногда они спорили, Пьер то ли по своему воспитанию, то ли по характеру, благодушному и беспечному, крепко держался за идеи прошлого века. Он людей разводил бы как цветы с лейкой в руке, он верил, что можно всех переубедить, и профессорский тон старого виара ему казался мудростью. А Мишо над ним потронивал, и Пьер в ответ грустно улыбался, как ребенок, у которого хотят отобрать любимую игрушку. «Теперь Мишо сказал, ты на собрании изложи разговор с десером, у тебя это здорово получается, я вот сразу почувствовал, что и десеру не сладко». «Ладно, а знаешь, Мишо, что самое смешное, десеру вообще не сладко, миллионы миллионами, но жизнь получается поганая, он как-то гулял со мной, рассказывал». «Выходит, и он у конвейера, честное слово. А рассуждаешь ты как интеллигент, я вот знаю, что если нас побьют, ты не изменишь, к той же стенке пойдешь. А победим? Тогда я за тебя не отвечаю. У тебя фунт веры на 10 фунтов жалости, я знаю одну девушку, студентку, мне иногда кажется, что для нее слабость выше силы, черт знает что, но сама она крепкая, еще как, он улыбнулся мечтательно и застенчиво. Пьер расцвел, значит, и Мишо может это понять. А Мишо уже носился по заводу, говорил, уговаривал. Сильвен узнал о предложении ДСР. Об этом позаботились агенты дирекции. И Сильвен тоже не терял времени. Слово соглашения гуляло по двору, по цехам, волнуя людей, измученных долгим бездельем, тосковавшихся по семьям, тревоженных рассказами близких. Достаточно подписать соглашение, и сразу кончится собачья жизнь. И Сильвен нашептывал, скрывают, им что, политика? А наши с голоду сдохнут. Под вечер положение стало угрожающим. Пьер пробовал говорить о хитрости ДСР, но люди Сильвена его гнали. «Инженер, сколько у тебя в сберегательной кассе?» Говорили, что в десять вечера состоится собрание, организованное Сильвеном. Проголосует соглашение. Пьер пал духом, считая, что все проиграно. Да и не один Пьер. Мишо старался держаться спокойно, даже шутил, настоило ему это больших усилий. Себе он говорил, что выручить может только чудо. Нужно было на что-то решиться. От него сейчас зависела судьба товарищей, может быть, и всей парижской забастовки. Когда стемнело, он сказал Легре, «Слушай, я на час уйду, никому не говори, скажет удрал». «Идешь куда? В комитет?» Мишо не ответил. Клеманс сидела у пыльного окна, неподвижная, похожая на мертвый куст. В комнату вошел Мишо. Он осторожно взял красную распухшую руку Клеман. Он хотел говорить, но не мог. Он пришел к этой женщине за помощью, но ее горе обдало его, как горячий туман. Он забыл все заготовленные слова. Он забыл о забастовке, о Сильвене, о соглашении. Перед ним была мать товарища. Он начал говорить о Жанно, как тот шутил за несколько минут до смерти, о его веселье, мужестве. Он рассказывал горячо и не связанно. Никогда еще он не говорил с такой мукой. Смеркалось. Климанс не зажгла света и в темной комнате ожил Жанно. Здесь он рос, играл на полу кубиками, готовил уроки, рассказывал матери о товарищах, о демонстрациях, о стычках с полицейскими. Климанс чувствовала, как короткая, но шумная жизнь заполняет все, и эта жизнь продолжалась там, на заводе. Так сильно было ощущение связанности, родства мертвого Жанно с этим незнакомым ей человеком, что она в страхе подумала, и этого убьют. Они все отчаянные. Мишо вдруг замолк. Он вспомнил завод Легре-Пьер. Он встал. Помогите. Тогда Климанс ни о чем не думая, пошла к ним. На дворе завода собрались все рабочие, как в первый день стать. Сильвен воспользовался общением Мишо. Он заявил, будто дирекция приняла требования рабочих, а комитет это скрывает. Когда Мишо подошел к толпе, происходило голосование. Со всех сторон кричали, что большинство за соглашение. Трудно было проверить, так ли это. Руки то подымались, то опускались. Многие не знали толком, за что они голосуют, кричали, переругивались, возбуждение и растерянность овладели всеми. Забравшись на грузовик, Мишо крикнул, товарищи, погодите! Сильвен его прервал. Хватит! Уже проголосовали! Мишо не сдавался. Все могут высказаться, голосовать. А один молчит. Жано! Вы что, забыли про него? Жано здесь, с нами. За Жано будет говорить его мать. Настала глубокая тишина. Потеря Жано было свежей, и горе матери нависло над всеми. Она на грузовик поднялась старая женщина с красными заплаканными глазами, космами седых волос. Она молча подняла кулак. Так делал Жано, когда шел с товарищами на собрании. Клеманс хотела что-то сказать, шевелила губами, но не смогла. А кулак дрожал над толпой, и в ответ поднялись кулаки всех. Когда Мишо сказал, кто за соглашение опустите руки, ни одна рука не опустилась. Даже Сильвен голосовал за забастовку. На него глядели глаза Клеманс. Потом Клеманс сказала, я теперь здесь останусь. Вместо Жано. Она ласково поглядела на Мишо и добавила, ты к воротам не ходи, убьют. Это был пятнадцатый день забастовки. В ту ночь Пьер, радуясь, как ребенок, кружился вокруг Мишо и все кричал «Выиграли! Выиграли!» Три дня спустя ДСР позвонил Виару. Я решил принять их условия. У нас срочные заказы, и потом побеждает тот, кто умеет отступать. Впрочем, не вам это рассказывать, вы, мой друг, умеете отступать, как Наполеон. Грубоватой шуткой ДСР хотел себя несколько развлечь. Капитуляция его злила, страдала самолюбие. Теперь Пьер, наверное, ухмыляется. Но не терять же каждый день полмиллиона. Политика игра, как биржа. Сегодня рабочие едут на курорт, и завтра их, пожалуй, отправят в концентрационные лагеря. Знаменитый маятник начинает пошаливать, он раскачивается слишком резко. Сердце ДСР тоже. Он плохо себя чувствует, врачи запретили алкоголь, табак, кофе, но он их не слушает. Сердце требует горючего, если не любви, то суррогатов. На девятнадцатый день в семь часов вечера соглашение было подписано. Изменения, внесенные в первоначальные требования рабочих, были незначительными. Все понимали, что это победа. Завод Сен открыл бой, за ним последовали другие. Его победа означала победу всех. В течение дня поступали сведения о капитуляции других предпринимателей. Жулево лирически писал, перемирие подписано, теперь французы за работу, надо лечить раны. Восемь вечера рабочие Сена, выстроившись в колонны с музыкой, с флагами, после трехнедельного добровольного заточения покинули здание завода. Впереди шли Клеманс и Мишо десятки тысяч людей радостно встречали победителей. Здесь были семьи забастовщиков, жители квартала, делегаты различных союзов. Надвигались летние сумерки, еще в светлом небе зажглись первые звезды, и голубые огни казались непонятными среди золотого заката. Праздничная толпа заполнила улицы, террасы, кафе. Рабочих приветствовали, совали им цветы, угощали пивом. Мишо поддерживал Клеманс. События последних дней ее надломили, и она едва держалась на ногах. Она привыкла к Мишо, следила за ним материнским глазом. Вот сейчас они расстанутся. Он пойдет по своим делам, будет как жено бегать на собрании, кричать, пока не убьют его. Она вернется в опустевшую комнату с каменным полом и большой кроватью. Клеманс вдруг сказала, «Почему не женишься? Все-таки лучше, а то бегаешь один, убьют и плакать некому будет. Нехорошо». Мишо сконфуженно улыбнулся. Деревья были черными на белом, как начерченные. Синяя дымка покрывала сену. Повсюду Мишо мерещилось знакомое лицо. Этот Денис встречает его, улыбается, жмет украткой руку. Андре повернул мольберт к стенке и вышел уговаривая себя, что в мастерской нестерпимо душно. Все последнее время работа не клеилась. Андре не покривил душой, сказав своим школьным товарищам, что он ничего не понимает в политике. Это было четыре месяца назад. Тех пор многое изменилось. Политика не спросясь вошла в его мастерскую. Он теперь с утра хватал газету, прислушивался к разговорам на улице, а говорили все про забастовки, в партии про войну. Движение, охватившее город, родило в Андре новый строй чувств. Он был слишком связан с народом, слишком органичен, чтобы не почувствовать силу солидарности, горячесть и надежд. Да, все это так. Но что ему делать с натюрмортом? Как-то Андре прочитал статью о еровизации пшеницы в Советском Союзе. Он любил все, связанное с жизнью земли. И статья, прежде всего, его заинтересовало как человека крестьянской закваски. Потом, бродя по улицам, он задумался над прочитанными и решил, с живописью плохо. Существуют деревья, которые зацветают впервые на восьмом или девятом десятке. Садовод сажает семя, зная, что плоды увидит его сын, может быть, внук. А тут несколько дней в жизни однолетнего растения меняет лицо целого края. Очевидно, все дело в эпохе. Живопису нужен покой, он живет неподвижностью, он изображает зрелый мир, богатство сложившихся форм, установившихся цветов. В эпохе распада или рождения ему нечего делать. Люсьен говорил в Доме культуры, что революционер немыслим без хорошего вкуса, вздор. Бывают времена, когда хороший вкус становится мучительным пороком, той голубой кровью, за которой в 93-м резали головы. Реабилитация истории относится скорее к эпохам, чем к людям. Одна эпоха дает Робеспьера, другая Делакруа, причем Робеспьер не отвечает за живопись Давида, а Делакруа не повинен в мелком скопидонстве Людовика Филиппа. Люсьен хочет внести порядок в исторические события, как в театральную постановку, а он не режиссер, он статист. Что же, нужно закончить этот натюрморт, пока есть время, мастерская, краски. Андре заставлял себя работать, но час спустя снова бросал кисти. Не выходит. Вечером наступал час, которого он жадно дожидался, сидя у приемника. Жанет продолжала работать в студии постпризьен, и сочетание глубокого, взволнованного голоса с пошлыми словами реклам казалось Андре мучительным, как его мысли. Он вспоминал стихи Лафорга, акварели Паскина. Какая детская и болезненная ирония. Он часто спрашивал себя, «Что мне, Жанет?» Слово «любовь» не приходило ему в голову. Он думал о том, что мало ее знает, что, может быть, между ним нет ничего общего, что все это причудо. Он был создан для больших и длительных чувств. Привязанность в нем развивалась медленно, запасаясь корнями, требуя терпения и ухода. После последней встречи с Люсьеном он проходил весь день как в воду опущенный. Ему было совестно перед собой за неуместное признание. Люсьен был вправе ответить, «Какое тебе дело?» Андре говорил себе, что надо расстаться с этой блажью, но вечером снова кидался к приемнику. Как же тут было работать? На лесах окрестных улиц пестрели красные флаги бастовавших каменщиков. Жанет расхваливала то нежность, то микстуры, стояли душные дни июля. Грозы по ночам не освежали воздуха. Андре изнемогал. В начале июля зажиточные кварталы Парижа вымерли. Прежде многие откладывали отъезд на морские купания или на воды до конца месяца, опасаясь загроможденных машинами дорог или давку в поездах, но события разогнали буржуа до срока. Уезжали подальше, на юг, уверяя, что центр Франции будет переполнен рабочими, добившимися платных отпусков. Перспектива оказаться на пляже рядом с кочегарами и каменщиками не на шутку пугала почтенных коммерсантов. Газеты писали, что курорты загажены, счастливцы выбирались в Швейцарию или в Италию. Никто не хотел оставаться в Париже, пугала назначенная на 14 июля большая демонстрация. Когда-то эту дату праздновали все, но теперь национальный праздник представлялся буржуа торжеством Народного фронта, и друзья Бретеля, засидевшиеся в столице, поспешно снимали с домов лаги, чтобы не участвовать в общем празднестве. В народных кварталах настроение было благодушное. Платные отпуска, озадачившие десера, стали сразу бытом, длинными разговорами о том, где живописнее места и в какой речушке больше рыбы. Дессер, потолкавшись в рабочих кафе, говорил, удивительная страна, ждали революции, а предстоит грандиозная рыбная ловля. После бурного июня июль казался букалическим. Правда, коммунисты говорили о контрнаступлении хозяев, о заговоре Бретеля, но их речи охотно забывались за путеводителями, перед новенькими велосипедами или только что купленным купальным костюмом. Большинство платных отпусков приходилось на август, и рабочий Париж готовился отпраздновать 14 июля у себя. Для одних это означало военный парад, для других демонстраций, для третьих танцы на улице. Уже 13 июля вечером балы были в полном разгаре. Кажется, в Париже не оставалось ни одного безработного музыканта. Все вокруг ревело, трубило, присвистывало, надрывалось. На каждой площади поставили возвышение для оркестра. Трубачи с медными лицами, со вздутыми налбужилами, жадно пили пиво. Через улицы тянулись гирлянды с бумажными фонариками всех цветов. Кафе выставили помимо обычных столиков все столы, которые только можно было разыскать. Обеденные, кухонные, карточные. Было жарко, и люди разоблачались, как на даче. Мужчины отплясывали, сняв пиджаки и блистая бляхами подтяжек. На руках у матерей пищали или дремали малютки. Фокусники глотали огонь, вытаскивали из шляпы цыпленка. Бродячие торговцы продавали засахаренные фрукты, цветы, бумажные веера. Повсюду примастились бараки с гадалками, с рулеткой, с киром. Парни залихватски сбивали шарик, трепетавший на водяной струе, или быстро вращавшиеся глиняные трубки. Орали карусели с традиционными конями или с модными самолетами. Отчетливее сказывался провинциальный характер Парижа, который распадается на сотни городков, каждый со своей главной улицей, со своим кино, со своими героями и сплетнями. Центральные районы, по которым в будни снают прохожие, то есть незнакомцы, опустили. А на площадях рабочих кварталов прохожих не было, здесь все знали друг друга, и балы были семейными. Андре весь вечер бродил по городу. Он любил народные праздники за их красочность, за неподдельное грубоватое веселье, любил бараки с пряничными свиньями, на которых можно сахаром написать имя любимой, любил гармоники, шарманки, традиционная грусть этой оглушительной музыки. Но теперь он испытывал одиночество, сиротливость, особенно когда попал на площадь Бастилии, где некогда в такой же знойный вечер люди танцевали вокруг кровавой лужицы. Кружились тысячи пар, издали подобные морской зыби. Андре повернул к сене, а потом поднялся на свою любимую площадь Контраскарб. Там среди фантастических вывесок и темно-зеленых каштанов веселилась окрестная беднота. Было это за полночь. Он сидел и тянул теплое пиво, когда вдруг увидел Жанет. Она пришла с актерами. Он до того обрадовался, что вскрикнул. Потом, поерзав на стуле, побронив себя за ту же блажь, он подошел к Жанет. Хотите танцевать? А она поглядела на него своими изумленными глазами, и они молча закружили. Они так обрадовались этой чудесной встрече, что насупились, одеревенели. Страсть была целомудренной, и Андре как-то не сознавал, что его рука касается тела Жанет, что он слышит ее дыхание. Было тесно, они задевали другие пары, но казалось, что они убежали куда-то далеко, в поле, в пустыню. Потом Андре предложил побродить вместе по городу. Жанет ответила, «Я с товарищами, хорошо, я скажу, чтобы они меня подождали». Они теперь шли по узкой, плохо освещенной улице, держась за руку, так ходят дети в посьмах. Жанет рассказывала про вечер на заводе Сен. «Я не понимаю многого, я ведь и газет не читаю, но это было настоящее. Как они слушали? Так они меня растрогали, что я потом шла домой и ревела, даже не зная отчего. Может быть потому, что было хорошо. Я все эти недели ходил, слушал, смотрел, не знаю, что из этого получится, но замечательно. Все у них выходит просто глубоко. Я чувствую корни, а мы с вами привыкли к другому, к другим людям. Вкуса может быть много, но легкие они, вздунуть можно. Есть такие растения в поле, срываются с места и катятся неизвестно куда. И все произвольно, случайно. Жанет приостановилась и грустно сказала, Андре, это мы. Они вышли на яркую площадь Италии. Музыка, пальба, смех, Жанет говорила, меня хрупкость удивляет. Чего? Всего. Кажется, я не девочка, можно было привыкнуть, но нет. Андре был потрясен, она говорила за него. Почему мы думаем одно и то же? Должно быть от искусства. Когда я была на заводе, я это почувствовала. Они могут нас считать своими, любить, булавать, но вот придет минута, и мы окажемся в сторонке. Не умею объяснить. Вы обратили внимание, как люди произносят слово искусство? Иногда как начало молитвы, а чаще как название болезни, чума или азиатская холера. Наверное, скоро придумает прививку. Андре, вы любите кататься на карусели? Загадочные звери, зеленые и оранжевые драконы, единороги, кентавры подымались, падали, неслись. Огромная шарманка ревела, ты не узнаешь никогда. Они взобрались на синего слона. Духоту вдруг сменил резкий ветер. Они сошли вниз, обнявшись. Молчали. Такие минуты страшно сказать слово, страшно даже оглянуться или шевельнуть рукой. Кажется, что счастье можно рассыпать, расплескать. Первая помнилась Жанет. Ей стало тревожно. Если не уйти, сейчас будет горе. Это неминутное увлечение, это что-то тяжелое, засасывающее. Они не могут жить вместе, они поражены одной болезнью. Они той же породы. Как он сказал? Да, растение перекати поле. С ним? Нет, это кровосмесительство. Андре, мне пора. Меня ждут. На темном углу площади под каштаном, среди листвы которого мерцал один, будто заблудившийся фонарик, она его поцеловала. Нежно и отрешенно, не как человек, а как подарок. Он ее робко обнял, она отстранилась, не нужно. Он не спросил, почему. Они молча шли назад к площади Контрескарб, молча простились. Актеры подтрунивали на Джанет, таинственный поклонник, она не отвечала. Ее мучила жажда, и она пила кислое вино, как воду. От вина стало еще жарче, стучало в висках, а шарманка все с тем же ревом жаловалась на неудачную любовь, и смутно Джанет подумала, так, наверное, слон объясняется в любви. Синий слон. Что она наделала? Ей захотелось говорить много, громко, быстро. Да чего смешно? Ее держали всю жизнь под землей, в метро, нет, глубже в шахте, еще глубже в аду. Потом вывели и говорят, бегай, смейся, дыши. Она ответила, нет. Почему? Потому что ей нельзя бегать, нельзя смеяться, нельзя дышать. Нет и нет. Что ты рассказываешь? Кто ответил? Богиня из учебника, один знакомый, не бойся, Маришаль, не ты, не актер, пивовар, или я, разве не все равно кто? Да ты попросту выпила? Не знаю, но мне хочется говорить, а говорить тоже нельзя. Скажи, Маришаль, ты когда-нибудь думал о счастье? Нет. О счастье никто не думает. Вот и неправда. Я все время об этом думаю. Гляжу на них и думаю. Видишь, как они берегут свое счастье под стеклянным колпаком, как сыр, или под байковым одеялом, и танцуют, танцуют, сегодня они еще могут танцевать. Помнишь стихи «Погиб Лиссабон, но в Париже танцуют». Тогда земля тряслась. Что же, может снова затрястись здесь? Или откроется новый вулкан? Или придет чума? Или начнут с неба падать бомбы? Я не знаю, что. Но какое это хрупкое счастье? Осторожно, мы решали. Не дыши. Она говорила, а слезы бежали из глаз. Расцвело, люди расходились по домам. Кто-то рядом твердил, не огорчайся, котик, завтра будем снова танцевать. При дневном свете лица казались призрачными, а на опустевшей площади валялись затоптанные цветы, кожура апельсинов, окурки, пробки, хлопушки. Когда Андре вернулся в свою мастерскую, розовое большое солнце подымалось над морем крыш. Все теплилось, дрожало, Андре сел у окна. Грусть в нем медленно вызревала. Он вспомнил все, далеко в темноте сумасбродной ночи, еще горел среди клинкоровой листвы бумажный фонарик, как это солнце, а карусель неслась слишком быстро, да и все так несет, ни понять, ни увидеть. Буря и дерево живут по разным календарям. Андре вспомнил «Сезанна», над которыми он часто думал, нужно долго наблюдать природу. Тогда видимое освобождается от влияния света, от всего случайного, и размышления рождает понимание. Хорошо ему было в тихом эксе, да и времена были другие. А Жанет сказала «не нужно». «Что не нужно? Хотеть, надеяться, понимать?» Солнце уже было высоко, город спал, мертвый от усталости под пышным светом, и свет съедал все краски, как слепой Андре глядел на непонятный ему мир. Он уснул сидя, замер залитый золотом июля. Генерал Пикар на буланном коне был великолепен. Среди марокканских стрелков он казался ожившим полотном старого баталиста. Каждый год 14 июля бывал военный парад. Обычно он привлекал буржуа, застрявших случайно в городе, модисток, обожавших мундиры, мальчишек, но в этом году парад собрал других зрителей. Завсегдатые Елисейских полей были далеко, у моря или на водах. И в фешенебельный квартал вторглись жители пригородов. Повсюду виднелись кепки рабочих. Только на углах некоторых улиц стояли молодые люди в беретах, элегантные и надменные, воспитанники Бретейля. Они кричали «Да здравствует армия!» Рабочие отвечали «Да здравствует республиканская армия!» И хотя республики шел уже седьмой десяток, этот крик звучал вызывающе, часто дело доходило до потасовок. Все последнее время газеты писали об опасности войны, о зловещей суматохе за Рейном и за Альпами. Народ с надеждой глядел на каски солдат, на артиллерию, на веселых летчиков. Гремела неумолкая военная музыка, лотарингский или самбрский марши. Люди на тротуарах шагали в такт, тела выпрямлялись, лица становились задорными. Было в армии нечто подкупавшее толпу. Солдаты все разного роста рядом с великаном недомерок шли просто как в походе и зрители видели в них своих. Молодые люди в беретах восторжно приветствовали Пикара. Их крики подхватила толпа. Генерал с громким прошлым, дважды раненый на войне, выглядел молодцевато. А Пикар презрительно усмехался. На этот раз маска вполне соответствовала его душевному состоянию. Необычная публика, приветствовавшая парад, возмущала Пикара, каким удовольствием двинул бы он на этот сброд своих марокканцев. Он глядел прямо перед собой, чтобы не видеть оскорбительных сцен. И зрелище триумфальной арки этого памятника былой славы казалось ему несовместимым с городом, захваченным чернью, где повсюду развешаны красные флаги, где он, боевой генерал, должен выполнять сказы выскочек и масонов. Неподалеку от триумфальной арки стояла толпа рабочих. Когда с ней поравнялся Пикар, раздался звонкий голос Мишо «Да, здравствуй!» и тотчас молодцы Бретейля кинулись на рабочих. Засвистели полицейские, лошадь Пикара пряла ушами, но он даже не взглянул на тротуар, только еще больше искривились тонкие губы, а в голове пронеслось канальи. Елисейские поля в течение двух последних лет были заповедной вотчиной фашистов. Здесь каждый день избивали до крови продавцов левых газет, рабочих, заподозренных в причастности к Народному фронту и евреев. Нарядная публика на террасах кафе привыкла к проделкам золотой молодежи. В этот день, однако, Елисейские поля были оккупированы пришельцами из чужих кварталов, и возле триумфальной арки начался настоящий бой. Фашисты были вооружены резиновыми дубинками, кастетами, ножами. Один из рабочих упал на мостовую, лицо его было в крови. Мишо пытался вырваться из кольца, вдруг он почувствовал острую боль, как будто его полоснули по спине ножом. Тогда он зажал в кулак дверной ключ и стал им бить нападающих. Полицейские энергично прикрывали фашистов. Они не думали ни о Блеме, бедно одетых и защищали завсегдатые в Елисейских полей. На выручку Мишо подоспели товарищи. Один фашист пытался повалить Мишо, но тот извернулся и оглушил противника. А солдаты, проходя мимо, глядели на побоище. Разогнав фашистов, Мишо вздохнул. Его воскресный пиджак был как будто разрезан дубинкой. Он еще не чувствовал боли, хотя на спине был ярко-красный след, вроде ожога. Мишо отвели в аптеку. Он там всех рассмешил, стоял и приговаривал, «Ах, подлецы, ведь это я для демонстрации принарядился!» После парада Пикар наспех позавтракал. Час спустя в штатском платье он поехал за город. Автомобиль задерживали в каждом поселке. Молодежь танцевала. Общее веселье выводило Пикара из себя, он закрывал глаза. Он много дал бы, чтобы не слышать гармоники саксофона. Бретель ждал его в небольшом домике близ Форте. Место было чудесное. Оно располагало скорее к любовной идиллии, нежели к заговорам. Дом стоял на крутом берегу Марны. С веранды была видна река, острова, поросшие камышом, луга с пятнистыми коровами, которые как бы дремали, окунул свои морды в яркую зелень. Веранда была обвита глициниями, и сладкий запах наводил дрему. Бретель, как всегда сухой и унылый, металлическим голосом рассказывал о событиях последних дней. Теса подобрал значительную группу, но, полагаю, дело решится не в парламенте, испанцы не сегодня-завтра выступят. «Если им удастся быстро ликвидировать Народный фронт, к осени двинемся и мы». Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях. «Яд проник глубоко, придется уничтожить сотни тысяч, а трудно сказать, как поведет себя армия. Что такое офицеры без солдат? Романтик, я не знаю, на что вы рассчитываете». «Об этом еще рано говорить. Оружие из Дюссельдорфа доставлено, это, конечно, закуска, но по сравнению с тем, что переправил ваш полковник, это немало». «Теперь о другом. Можете ли вы достать мобилизационный план? Ведь с этими головотяпами следует ждать всего. Я не хочу, чтобы в случае войны нас застали врасплох». Пикар отвернулся. Беззаветно преданный Бретейлю он впервые и усомнился, должен ли он выполнить эту просьбу. Пикар был из военной семьи. Все связанное с армией казалось ему священным. Здесь сказывались и воспоминания о боях, и традиции среды, все эти громкие имена от Йены и Аустерлица до Марна и Вердена. Холодный человек он вдруг заговорил, волнуясь как подросток. «Я думал, что в случае войны мы забудем все раздоры». Бретель прошелся по веранде, а потом, подойдя вплотную к Пикару, ответил. «Я тоже так думал. Надеюсь, вы не станете сомневаться в моем патриотизме. Мы оба были на фронте и там оставили наших лучших друзей. Но поверьте мне, теперь нет нации, есть клан, захвативший власть. Против него я пойду даже с немцами. Молю Бога, чтобы этого не случилось. Трудно такое сказать, еще труднее сделать. Это требует выдержки, почти не человеческой воли. Но все же это так. Их победа будет не победой Франции, а победой революции. Но армия, что станет с армией? Армия может возродить Францию, а если нет, тогда ее песенка спета. лет на сто. Пикар молчал. Он пристально глядел на дальние поля. Казалось, он что-то рассматривает, но он ничего не видел, кроме нестерпимо яркого света. В душе его царило смятение. Он даже хотел крикнуть, сломать графин, уйти, а в лице несладко пахли и жужжали вокруг шмели. Потом Пикар вспомнил толпу на Элисейских полях канальи. Нет, это не Франция. А тогда Бретель прав. Даже Гитлер лучше. Пикар наконец заговорил. Он сам не узнал своего голоса, придушенного мертвого. «Если вы видите верно, вы взяли на себя страшный крест. А если вы ошибаетесь, нет, я не хочу об этом думать. Я привык повиноваться. Я теперь все отдаю, не только жизнь. Честь». Бретель предложил отвезти Пикара в город. Тот отказался. Ему хотелось остаться одному. В автомобиле он снова закрыл глаза и погрузился в тревожный полусон. По-прежнему надоедливо ревели шарманки. В предместе Парижа машину остановили. Демонстранты возвращались с площади Бастилии. Увидев на террасе кафе несколько солдат, рабочие весело крикнули «Да здравствует республиканская армия!» Пикар приоткрыл глаза, поморщился и сказал шоферу «Поезжайте другой дорогой. Как знаете, но только скорее. У меня нет времени». Демонстрация продолжалась весь день. В ней участвовало свыше миллиона парижан. Шествие казалось нескончаемым. Шли и шли через площади Бастилии, республики нации, по кривым узким улицам, по широким проспектам. Когда зрители говорили «кончилось», показывались новые колонны. добродушие победителей придало демонстрации неожиданный характер. Прошлым летом в тот же день по тем же улицам шли колонны, готовые к бою. Теперь шествие напоминало карнавал. Мало кто думал о грядущих битвах. Всех успокаивало ощущение силы. Прошло 800 тысяч, миллион, полтора. Полгорода оказалось без полиции. Ее увели, чтобы избежать стычек. За порядком следили рабочие. И не было ни столкновений, ни перебранки, ни грубых слов. Праздничный Париж пел песни и беззлобно шутил. Приехали делегаты из различных областей. Пекарские углекопы шли в рабочей одежде, припудренной черной пылью, с лампами. Виноделы юга несли на длинных шестах картонные грозди. Женщины Эльзаса в старинных платьях пели народные песни. Бретонцы, дули в свои загадочные дудки, плясали горцы с собой. Шли бывшие фронтовики, везли безногих в тележках, слепых вели поводыри. Сто тысяч людей искалеченных войной надеждой повторяли «Долой войну!» Шествие открывали бывшие участники коммуны. Их было немного, двадцать или тридцать сгорбленных стариков. Когда-то подростками они помогали строить последние баррикады на горбатых уличках Монмартра и Бельвилля. Теперь они глядели на торжество своих внуков и запавшие выцветшие губы улыбались. Комсомольцы гордились новенькими флагами. Шелк на легком ветру рвался в бой. Было много портретов Горького. Он умер незадолго до этого. Чужое русское лицо стало знаменем. Одна колонна сменяла другую. За металлистами шли кожевники, за ними писатель, потом студенты, потом служащие газового общества в форменных фуражках, потом актеры, пожарные сиделки и снова металлисты и снова кожевники. Париж был огромным плотом. На плоту держались люди различных стран, потерпевшие кораблекрушение. Эмигранты обжились в Париже и они шли рядом с французами. Часто слышалась чужая речь. Мелькали иностранные слова на флагах и транспарантах, строительные рабочие из Неаполя и Сицилии, астурийские герои, австрийские портные и кондитеры, евреи из польского и румынского гетто, шлифовальщики, сапожники или живописцы, студенты из Шанхая, анномиты, арабы, негры, все они пели интернационал. Шляпники несли огромную кепку, классический убор французского рабочего, и под кепкой значилась «Твоя корона пролетарий». Столивары несли цветы, анютины глазки и левкои, а за ними шли молодые смешливые цветочницы с серебряным молотом. На всем пути от площади Бастилии до Венсенской заставы серые закопченные дома были украшены. Из окон выглядывали красные гордины, коврики, платки, на балконах стояли женщины в красных блузках, и, кажется, все красные цветы Франции, маки, гвоздики, тюльпаны пришли в этот день на парижские улицы. На деревьях, как воробьи, повисли ребята, веселые и насмешливые. Сколько было в тот день забав! Жгли предателя дурно, сделанного из соломы. На виселице покачивался тучный Муссолини, корчился тряпичный Гитлер, а человек на ходу лих изображал длинущего Фландена. Восторжно встречали рабочих Сена. Они несли макет бастильской тюрьмы. Над ним значилось «Помните о Бастилии, которая взята, помните об Астирии, которой нужно взять?» Впереди этой колонны шли Мишоль, Гре, Пьер. На трибунах стояли вперемешку министры и делегаты союзов, писатели и рабочие, коммунисты и радикалы. Блем грустно улыбался, да ладье приземистый с упрямой складкой возле рта не опускал кулака, Виар тихонько подпевал и решительный бой. Когда колонна Сена проходила мимо трибуны, Пьера кликнули. «Дюбуа, с тобой хочет познакомиться Виар». Виару рассказали о талантливом инженере, члене социалистической партии, который принял активное участие в недавней забастовке, а Виар среди государственных дел не забывал своих партийных обязанностей. Он дружески пожал руку Пьеру. «Молодчина! Вот коммунисты говорят, что у нас выветрился революционный дух. Ты лучший ответ!» Пьер настолько смутился, что приглупо ответил «Спасибо!» «Мне кажется, я знал твоего отца. Ты ведь из Перпиньяна?» Виар мог не узнать депутата, с которым разговаривал накануне, но он помнил все связанное со своей молодостью. Товарищи по школе, города, где он читал лекции диригатов давних съездов. Мы с ним вместе подготовляли демонстрации против расстрела одного испанца Ферреро. Для тебя это ничего не говорящие имя, а тогда вся страна всполошилась. Изумительный наш народ, чувство международной солидарности, отзывчивости. Ну, желаю удачи! Воспоминания растрогали Виара. Он почувствовал себя молодым и непримиримым, как этот инженер. Он теперь другими глазами глядел на демонстрантов. Ему казалось, что он шагает с ними, с ними идет навстречу врагам. Он весело помахивал шляпой пионером. К действительности его вернул депутат Перу, радикал. Никто не понимал, почему Перу пришел на демонстрацию. Знали, что он ненавидит народный фронт. Может быть, он хотел проверить популярность того или иного министра. Он стоял на трибуне, как истукан, не пел, не отвечал на приветствие. Очутившись рядом с Виаром, он решил поговорить о деле. Он только вчера приехал из департамента восточных перенеев, депутатом которого являлся. Префект говорил мне, что в некоторых местах дошло до захвата земель, подражает испанцам. Обо главе всегда пришло элемент. У нас много каталонских рабочих. Раньше знали, что иностранцы не имеют права вмешиваться в политическую жизнь, но теперь коммунисты организовывают этот сброд. Положение угрожающее. Виар знал, что Перу друг Теса. Он был с ним исключительно предупредителен. Я сегодня же переговорю с Дормуа. Разумеется, надо запретить иностранцам участвовать в политических демонстрациях. Я вас уверяю, дорогой коллега, что мы не отступим от традиций. Немного доверия и все образуется. Перу поблагодарив отошел в сторону. Виар шепнул одному из коммунистов. Если мы не укротим шайку Теса, они нас уничтожат. Виар оказалось, что это государственная мудрость и что лавируя он идет к победе. Мимо трибуны шла делегация маленького города Лана. Делегаты, старик в бархатной куртке с сокурком прилипшим к нижней губе и четверо молодых рабочих по-праздничному принаряженных несли флаг, на котором было написано «Лан не допустит победы фашистов». Виар подумал «В Улане наверное триста рабочих не больше». И Виар не то вздохнул, не то проворчал «Дети». Пьер взволнованный и обрадованный догнал свою колонну. Он не стал рассказывать о беседе с Виаром. Боялся, что Мишо иронии нарушит обаяние. Мишо давно забыл об утренней потасовке и о погибшем пиджаке. Болела спина, но он был весел. Демонстрация удалась на славу. Только когда они подходили к заставе, он притих. Темнелые засветились фонари, диски, колонки с бензином, вывески, зеленые, оранжевые, красные, весь пестрый цветник пригорода. «Мишо, ты что, приуныл?» «Нет». «Жарко». Он вытер рукавом лоб и вдруг сказал «Я недавно прочитал биографию бланки и позавидовал. Хорошая жизнь, а главное простая. Несколько дней баррикады, все остальное время тюрьма». Он даже про звезды писал. «Тогда требовалось одно — умереть, а теперь нужно жить, победить нужно, во что бы то ни стало, а это труднее, да и суша. но нужно». Пьер с удивлением его слушал. Он вдруг понял, что мысль Мишо сложна, что под четкими формулами скрыта страстная природа, много боли, спутанной и горячей, как шерсть и зверя или как степная трава. «Ты вырос, Мишо, я в тебе раньше видел только товарища, а теперь... теперь ты можешь командовать». Мишо в ответ состроил ребяческую гримасу и засвистел, как щегол, он чудесно свистел. А демонстранты все шли и шли, и не замолкало, это есть наш последний. На следующее утро Пьер уехал в отпуск, перед ним был месяц покоя, и покой представлялся ему синим и золотым, как плакаты в бюро путешествий. Аньес уехала на неделю раньше. Она сняла рыбацкий домик на берегу океана возле Конкорно. Дом стоял на скале, белая квадратная коробка. Внизу женщины чинили голубые сети и надувались на ветру рыжие паруса. Место было открытое, много ветра, сильные приливы, океан, говорил день и ночь, не умолкая. Пьер увидел чистую беленую комнату, украшенную холиографиями. Все здесь пропахло рыбой, постельное белье, занавески, даже стены. Пьер приехал еще переполненный парижскими событиями. Он с гордостью рассказал Аньес о своем разговоре с Виаром, описал подробно демонстрацию, говорил о происках фашистов. Аньес молчал, Пьер вскипел, неужели он никогда не сможет убедить ее в важности, в правоте своего дела? Нет. И не хочу понять. Это игра, но не детская, скверная игра. Я во всем этом чувствую ложь. Никто ничем не хочет поступиться. Виар, да он предаст, как все. Разве ты не видишь, что люди те же? Мы их перевоспитаем. Нет, вы заняты другим. Вы их перекрашиваете. Это легче, но, господи, как это скучно. Да и нечестно. Так они поспорили в первый день приезда Пьера. Потом он отдался покою. Три дня он ничего не делал, ни о чем не думал, купался, лежал на песке, карабкался по скалам и часами следил за нараставшими валами прибоя. Он не раз бывал у Южного моря, знал его лень и негу. Океан поразил Пьера. Сначала все показалось ему нестерпимо тревожным, как будто сама природа жила здесь в предвидении близкой катастрофы. Вскоре он понял, что этот грохот отвечает его душевному состоянию. Он радовался силе ветра, который не давал приоткрыть дверь, старался сбить человека, гнул низкие крепкие деревья. Так прошло три дня. Лицо Пьера обгорело, и весь проветрился. Сотни вещей, казавшихся в Париже значительными, здесь вызывали пренебрежительную улыбку. Зато открывались новые миры, жизнь сардинок, проплывающих по строго намеченным водным путям, запах водорослей, зрелище густых звезд. Газеты приходили с таким запозданием, что за все дни Пьер не узнал ничего нового. Как-то он вытащил маленький приемник, который привез с собой, послушал биржевые курсы, японско-китайский инцидент, речь тесса на банкете у коммерсантов, и махнул рукой Пьер пошел ловить крабов. Аньес расцвела, ее счастье теперь было полным. В Париже она и тревожилась за Пьера и ревновала его к событиям. По своему происхождению, по жизни, трудной и тесно связанной с жизнью Бельвилля, она могла бы увлечься происходящим. Но ее отталкивало все общее, абстрактное, поры, программы, язык, газеты, митингов. Она возмущенно называла это политикой. Волновали ее только судьбы отдельных людей. Так она отнеслась равнодушно к зрелищу забастолок, но когда Пьер рассказал ей о Клеманс, она отвернулась, чтобы он не заметил ее слез. Увлечение Пьера народным фронтом казалось ей кружением на месте, какой-то словесной бурей. Она говорила себе, за такое не умирает. К этому примешивался безотчетный эгоизм. Впервые она узнала спокойствие и боялась, вдруг все сразу кончится. Беременность придавала этому чувству плотность и упорство. Аньес отстаивала две жизни. И то, что Пьер не слушает радио, представлялось ей признаком спасения. На четвертый день к вечеру началась буря. Поднялась она внезапно. Пьер сидел с Аньес на берегу, вдруг ветер закружил столб песку. Аньес зажмурилась, а несколько минут спустя все вокруг бесновалось. Море вышвырнула на берег лодки, дома кричали, с трудом Пьер и Аньес забрались к себе. Аньес шила у окна. Уже смеркалось, они не зажигали света. Красив был разбушевавшийся темно-фиолетовый океан. Среди гневной стихии они были как в скорлупе, они особенно остро ощущали теплоту любви, ее вязкость, живучесть. Пьер лениво повернул выключатель приемника. Вспыхнул зеленый глаз, и к шуму моря примешался другой, родственный ему, хриплые всхлипывания, треск, сокот морзе. Женский голос, это по-английски. Общая тенденция биржи повышательная, Роял Дэч сегодня котировалась на два пункта выше. Джаз. Немецкий романс, ты была самой сладкой блондинкой. Говорит Париж, радиостанция Эль-де-Франс, длина волн, Морис Шевалье исполнит Париж, остается Парижем. Покупайте пылесосы Люкс, фирма Люкс, счастливо поднести внимание радиослушателей, скетч, пылинка, невидимка. Италия, речь секретаря фашистской партии, мы воспитаем юных легионеров в духе мужества и танцы. Велосипедные гонки. На этапе по Каркасон бельгиец Грене покрыл расстояние. Слушайте точное время, при четвертом ударе будет 19 часов по Гринвичу. Событие дня. 2000 убитых. Таньес бросила шитье, Пьер сжал приемник, как будто хотел его удушить. А диктор спокойно рассказывал, в Барселоне гостиница Колумб обстреляна из орудий. В Мадриде верное правительство части вместе с рабочими очистили от мятежников казармы Ла Монтанье. В Севилье идут бои за обладание кварталом Триана, зателенным беднотой. Генерал Аранда захватил Овиедо. В Бургосе начались массовые расстрелы. И тем же голосом диктор объявил, на выставке Рост в Кур-Ла-Рен первая премия присуждена. Пьер выбежал из дому. Буря завладела всем. Луч маяка вгрызался в высокие волны, которые, как цепи солдат, шли на землю. Внизу бились красные огни. Рев моря походил на мощную сирену. Пьер повернул к дому. Лицо его было мокрым от брызг. Анье стояла у двери. Она тихо сказала, «Я посмотрела, поезд уходит в шесть вечером ты будешь в Париже». Она поцеловала его в темноте и молча они просидели до рассвета. А буря не унималась. Десятки тысяч людей не могли попасть в зал. Выстрелы по ту сторону Пиренеев разбудили Париж. Взволнованные люди стояли в проходах, висали с хоров, сбирались на трибуну. Когда Кашен заговорил о бадахозских расстрелах, его голос дрогнул, а с улиц доносилось пение интернационала, то торжественное, как присяга, то быстрое и задорное. На трибуну поднялся старый человек с теми бороздами на бритом сухом лице, которые придают испанским лицам трагический характер. Это был Муньес, учитель, один из руководителей мадридских синдикатов. Все замерли. Сейчас будет говорить человек, приехавший оттуда. Аммуниес молчал. Его рот был мучительно приоткрыт. На трибуне кто-то громко сказал, «У него сына убили!» Тогда испанец выкрикнул «Оружие!» И по всему залу пронеслось «Оружие!» И с улицы отвечали «Оружие!» «Оружие!» Потом говорил профессор, числившийся радикалом. Старый чудак, защищавший в своей жизни с равным жаром виноделов Ода, боровшихся за право именовать свое вино шампанским и драйфуса, английских суфражисток и Негуса. Профессор говорил о рыцаре без страха и упрека и предлагал испанцам моральную поддержку. Мишо выступил последним. На французской территории приземлился итальянский бомбардировщик из тех, что Муссолини посылает Франко. Мы знаем детали 54-я, 57-я, 58-я итальянские эскадрильи. Гитлер послал мятежникам своей юнгерсы. А у наших товарищей охотничьей ружья вы должны сказать правительству Народного фронта дайте самолеты Испании. Снова зал заревел самолеты Испании. И на проспекте Ваграм, дальше на площади Этуаль, обычно в этот час пустой и блестящий как актовый зал, дальше на 12 проспектах уходящих от Этуаль раздавались те же слова «Самолеты Испании!» И когда на минуту смолкало человеческое море, чей-то тонкий хрупкий голос начинал «Самолеты!» И снова слова, идущие от сердца Парижа, покрывали шум города, врывались в дома, в туннели метро и, вылетая оттуда, будили сонные окраины. Когда митинг закончился, Мишо отвел Пьера в сторону. Муниес приехал на счет самолетов. Ты можешь им помочь как специалист. Муниеса послали в Париж, чтобы купить 20 бомбардировщиков. Он проходил три дня по министерствам. Ему дружески жали руку и говорили, этот вопрос следует обсудить. Он попал к крупному промышленнику Меже. Тот выслушал его, предложил сигару и, вежливо улыбаясь, сказал, чем скорее победит Франко, тем лучше. Мишо сказал Пьеру, попробуй поговорить с десером, ведь это дело коммерческое, может клюнуть. Муниес вышел с Пьером. Он рассказывал, идут с револьверами, с пугачами, с пирочинами ножичками. Смешно глядеть и страшно. У крестьян допотопные мушкеты. А все может решиться в две недели. Они быстро продвигаются. У них Савоя, Юнкерсы. А у нас десяток почтовых самолетов. Пробили дыры, чтобы скидывать бомбы. Старые калоши. Сбивают их почем зря. Я говорил здесь, если мы погибнем, и вам конец. Но они не понимают. Кругом еще раздавалось самолеты Испании. усмехаясь, Муни сказал, «Эти дали бы. Только самолеты не у них». На следующее утро Пьер отправился к Десеру. Тот сразу его принял. Пьер решил говорить напрямик. «Когда была забастовка, мы оказались по разные стороны баррикады. Сейчас дело не касается ваших заводов. В Испании у власти не коммунисты, а Хираль, а Санья, ваши единомышленники. Им нужны бомбардировщики. Они просят вас продать им за наличный расчет 20 А68». Десер улыбнулся. «Особенно мне нравится за наличный расчет. Вы убеждены, что Десера можно соблазнить деньгами. Кстати, Меже мне вчера рассказывал, что испанцы приходили к нему. Он мне гордо заявил, я их выпроводил, я не предаю моего класса. Ничего не возразишь, человек рассуждает как вы, по-марксистски. Я пришел не к Меже, Меже фашист, а вы, я прежде всего француз. Мир для меня важнее Испании. Кто вам может запретить продать самолеты правительству соседней страны? Не прикидывайтесь наивным. Если я дам 20 А68, итальянцы через неделю подкинут еще 40 Савойя и так далее. Конечно, я предпочитаю Ассанья, генералу Франка. Я вам дам 100 тысяч франков для испанцев, только не говорите, что вы получили их от меня. Пожалуйста, но самолетов я не продам. Я не хочу рисковать судьбой Франции. Значит, мы должны глядеть, как они гибнут. Это низость. Я могу понять мы же, но вы помните наш разговор ночью. Как я скажу Мунису, что вы отказали? Пьер бегал по кабинету, кричал, стучал кулаком. Десер глядел на него насмешливыми усталыми глазами. В душе он любовался Пьером. Когда Пьер хотел уйти, он его остановил. 11 А68 заказаны для Аргентины. Их должен получить некто Ману. Предложите ему отступные, и он отдаст вам. Как видите, я на этом ничего не заработаю. Если вы думаете, что это может их спасти, пожалуйста. А Ману на это пойдет, ручаюсь. И при такой комбинации не будет осложнений с отправкой. Я ведь убежден, что Блюм не пропустит ни одного самолета. Этого не может быть. В случае чего я пойду к Виару. Не хотел бы я сейчас ознакомиться со штанами вашего Виара. Эх, вы романтик. Вот вам лицензии для Ману. Вы удовлетворены? Пьер рассеянно простился. Он спешил к Ману. По паспорту гражданин Гондураса по происхождению румын, Ману давно поселился в Париже и считал себя французом. Занимался он различными темными делами и теперь был окрылен надеждой. Испанские дела вдохновили всех посредников и спекулянтов. Из Мадрида, из Барселоны каждый день приезжали делегации с деньгами и с наказом раздобыть военное снаряжение. Приезжали представители разных министерств и союзов, военные и журналисты, республиканцы, коммунисты, анархисты. Делегаты зачастую не знали один другого, попадали к тем же дельцам. Их водили за нос, собирали. Здесь же сновали агенты Бургаса. Эти тоже искали оружие. Спекулянты каждый день подымали цены. Ману, услышав про А-68, запросил втрое. Могут выйти неприятности с Буэнос-Айресом. Потом со мной вы можете спать спокойно. Товар выпустят. У меня ведь лицензии. Лицензии у меня. Ману задумался. Перед ним не испанец, которого легко провести, но специалист, инженер Сена, а ко всему приятель Десера. Такой может раздобыть самолеты и помимо Ману. Да, но он пришел сюда. И Ману ответил. Завтра я скажу вам окончательную цену. Услышав завтра, Муньес горестно вздохнул. Уже скоро неделя. Ему казалось, что от этих самолетов зависит судьба Мадрида, республики. Он покупал по несколько раз в день одни и те же газеты, надеясь найти в них свежие телеграммы. Не отходил от приемника. Он встречал Пьера горячечными речами. Альто де Леон, два броневика. Веру не отбили. Главная опасность со стороны Эстра Мадуры. Они поднимаются к Медине. А Медина, Медина, он не мог понять, как вокруг него люди шутят, обедают, гуляют, ходят в театры. Париж его возмущал своим равнодушием, и не будь Пьера он возненавидел бы французов. Но Пьер жил как он, от одного выпуска газет до другого. На третий день Ману сдался и отпустил самолеты с надбавкой в 20%. Бомбардировщики находились на аэродроме возле Тулузы. Мунис сообщил шифрам в Мадрид о покупке. Он должен был с Пьером выехать вечером в Тулузу. В последнюю минуту пришла телеграмма через посольство. Закупленных бомбардировщиков недостаточно. Необходимо раздобыть еще 20, а также 30 истребителей типа Девуатин. Без помощи правительства достать такое количество самолетов было невозможно. Авиазаводы принадлежали или Десеру, или фашистам. Пьер хотел остаться, чтобы поговорить с Виаром, но Мунис нервничал, боялся, что могут пропасть 11А68. Решили, что Пьер поедет в Тулузу, а Мунис пойдет один к Виару. Я с ним знаком. Мы встречались на международных конгрессах. Пьер с вокзала послал открытку Аньес. Уезжаю на неделю. Он сел в раскаленный переполненный поезд. Августовский зной гнал застрявших парижан на взморье или в горы. Кругом говорили о купании, прогулках, яхтах, и Пьер чувствовал себя иностранцем. Он развернул газету и, не читая, как Мунис маниакально повторял про себя «Медина, Медина, хоть бы скорее доехать». Хотелось выскочить, подталкивать поезд. Остановки казались особенно мучительными. Вдруг Пьер вспомнил честное хорошее лицо Виара, его слова о солидарности. И, раскачиваясь в полусне среди дыма, духоты, среди разговоров о купальных костюмах, о подъеме на пиренейские вершины, Пьер смутно подумал «Виар даст все, не покинет испанцев». Он уснул. Когда Муньес увидел Виара, перед ним стало далекое прошлое. Он вспомнил Базельский конгресс, речь старика Дебеля в соборе, колесницу с девушками, аллегории, клятвы, слезы. Потом он встретил Виара в Берне. Это было вскоре после войны. Они пытались склеить второй интернационал как фарфоровую чашку. Шли споры об ответственности за войну, о репарациях, о колониях. Прошло шестнадцать лет. У Виара тогда были темные волосы, звонкий голос. Он постарел, как ему низ. Виар тоже отдался воспоминаниям. Старые товарищи вызывали из полузабвения тени молодости. Плеханова, Жореса, Иглесиаса. Виар сказал, когда достигаешь известного возраста, все тропинки приводят к кладбищу. Куда ни глянь, могилы. И слово могилы его пробудило. Он вспомнил, зачем к нему пришел Муньис. С утра он готовился к этому свиданию. Он не может принять Муньиса как официального делегата правительства или партии. Муньис старый товарищ, этого не вычеркнешь. И как забыть, что над ним только что стряслась беда? Мне рассказали о вашем горе. Муньис отвернулся. Он скрывал от всех свою муку. В бессонной ночи он видел своего любимца весельчака Пепе. Это было в полдень. Белые стены, белая пыль. Люди шатались от жары и усталости. Его нашли на чердаке, вывели и расстреляли. Муньис почувствовал, что с него сняли кожу, заглянули внутрь, и от этого стало еще мучительней. Он молчал, заговорил Виар. Мой друг, я вас понимаю. Три года тому назад я потерял жену. Это страшно, пережить близких. Очень страшно. Иногда спрашиваешь себя, к чему тянуть? Муньис еще не понимал, что именно в словах Виара его возмутил. Но он встал, прошелся по комнате и вдруг заговорил громко, как на собраниях. Я пришел за самолетами. Вы знаете наше положение. Если вы нам не поможете, нас задавят. Народный фронт последняя ставка социализма. Неужели вы нас выдадите с головой? Я сейчас говорю, как социалист социалистом. Ведь осталось что-то с тех времен. Да, моего сына убили. Я об этом не хочу говорить, но они убивают каждый день. Сегодня мне сообщили о расстрелах в Кордове. Это иезуиты, иезуверы. Они привезли марокканцев, самых отсталых, с колдунами. Жгут, насилуют. Товарищ Виар, «Конечно, мы всем сердцем с вами. Лично я после мятежа не провел ни одной спокойной ночи. Я переживаю ваше горе как свое. Но поймите, мы теперь ответственны за жизнь страны. Франция хочет мира. Это такая трагедия. Какое дело рядовому французу до политического строя чужой страны? Нам нужны не люди, но самолеты, а по прежним договорам вы продаете нам военное снаряжение. Будь это война с третьей державой, я не сомневался бы. Но это гражданская война. Значит, вы не имеете права поддерживать законное правительство против мятежников. Не совсем так. Все осложнено международным положением. За спиной Франка стоят Гитлер, Муссолини. Если мы дадим вам самолет, дело может закончиться предпочитаете нас выдать. Зачем так ставить вопрос? Вы сами понимаете, что мы хотим победы республики. Однако мы связаны по руками и ногам. Продать самолеты мы не можем. Почему бы вам не обратиться непосредственно к промышленникам? Вы знаете, что я пойду на любой риск. Необходимо только соблюдать осторожность. Мы заявим, что ничего не дадим. Вы покупаете и вывозите. Мы закрываем глаза, прикидываемся, что не видели. Вы или не знаете положение вещей, или не хотите знать. Я здесь уже неделю. Результаты 11А68. И с каким трудом. Хорошо, что нас свели с Дюбуа. Наш товарищ, инженер, вот видите, а вы на нас нападаете. Я его знаю, прекрасный товарищ. А68 превосходный бомбардировщики. Что же вам мешает достать еще? Нам не продают ни за какие деньги. Но что мы можем сделать? В конечном счете это их право. Вы можете дать самолеты армии. То есть ослабить наш воздушный флот. Нет, дорогой товарищ, это невозможно. Что скажут радикалы, из-за какого-нибудь десятка самолетов может полететь кабинет. Тогда и вам будет хуже. Я повторяю, мы будем глядеть сквозь пальцы на все поставки. Мы можем организовать помощь беженцам, санитарные отряды, послать хлеб, сгущенное молоко для детей, но рисковать войной нет. Прокричав несколько раз «нет», Виар успокоился. Он вытер платком лоб и позвонил. «Чем вас угостить? Чай, лимонад?» Монис поднялся. «Вы понимаете, что они заняли Медину? Они теперь соединились с армией Мола. Я не дипломат, и потом мне 64 года. Товарищ Виар, я лучше уйду. Боюсь, что скажу вам все, а меня на это не уполномочили. Меня послали за самолетами». Он ушел. Виар шевелил нижней губой от обиды. Разговор оказался еще тяжелее, чем он предполагал. «Дело испанцев проиграно. Это поймет и ребенок. Двадцать самолетов ничего не изменят. Надо спасать Народный фронт во Франции. Одно неосторожное движение, и все полетит. Тогда Франко найдет здесь последователей. А выручит кто? Триста рабочих из Лана? Сумасшедчи! Они толкают нас в пропасть. Не коммунисты, свои. Конечно, Муниса легко понять, шутка ли потерять сына. Но и другие самолеты будут проклинать Виара. А в чем его вина? Нельзя сохранить все принципы и править государством. С таким багажом завязнешь. Но почему Виар за это взялся? Хорошо быть обыкновенным человеком. Проголосовал, продафилировал, сиди в беседке и слушай. Птицы поют. Да, но кто-то должен управлять. Мало ли гнусных профессий, ассенизаторы, мясники на бойне, тюремщики. Виару стало жаль себя. Он сидел сгорбившись, раздавленный этой жалостью, когда вошел секретарь. «Вас просит к телефону Тесса по срочному делу». Тесса настаивал, чтобы Виар немедленно его принял. Пришлось согласиться. Отвратительный день продолжался. Тесса с присущей ему фамильярностью обнял Виара и сразу завопил «Берегись! Испания осиное гнездо! Наполеон именно там сломал шею, а в семидесятом испанское наследство!» «Я не вижу связи». «Не видишь? Напрасно! Если вы дадите самолеты красным, неминуема война, Гитлер не спустит! Я уж не говорю о Муссолини!» «Во-первых, почему ты называешь Асанья и Хираля красными? Чем они краснее тебя?» «Дело не в Асанья, у кого винтовки, у рабочих. И при чем тут моя оценка? Для Европы это красные!» повторяю, пахнет войной!» «Выходит, что мы не можем поддерживать торговые отношения с законным правительством!» Виар сам того не сознавая повторял доводы Муниса. «Это казуистика! Из-за политических симпатий вы пошлете народ на убой! Хороши правители! Необходимо отколоть Рим от Берлина, а вы их хотите спаять!» «Как же притвориться, что мы этого не видим?» «Пойти навстречу Муссолини, тогда Италия вспомнит о своей латинской сущности. Франции сейчас нужны дипломаты, а не партийные фанатики. В испанском вопросе мы должны быть сугубо осторожны. Герцог Альба поработал в Лондоне, англичане стоят за реставрацию, Альфонс или Франко это деталь. Во всяком случае, Сити предпочитает генерала барселонским анархистом. В итоге Франция кажется одна. Ты знаешь, что я защищаю Народный фронт? Не заметил. Твоя речь по поводу забастовок? Я спас кабинет, вот что. Конечно, я критиковал твою политику, иначе я не мог. Все возмущались. Но я предложил выразить доверие правительству. А ты знаешь, что тогда творилось в радикальной фракции? Мальви, Маршандо, Мэйер, все в один голос, отставка? Забастовки дело прошлое, а теперь положение еще опасней. Мальви рвет и мечет, он ведь приятель всех этих испанских грандов. Слушай, Агюст, я тоже предпочитаю Ассанья генералу Франка, я вообще глубоко штатский человек, демократ, но меня никто не спрашивает, да и тебя не спрашивает. От нас хотят одного, сидите тихо и не вмешивайтесь. Но они-то вмешиваются. Я в таких случаях отвечаю, что можно быку, того нельзя Юпитеру. Итальянцы лезут на рожон, да и немцы. Поскольку мы не хотим войны, нам остается одно — промолчать. Все равно, если вы дадите Мадриду сто самолетов, а не пришлют Франка пятьсот. Глупо играть с огнем. Мы не можем запретить отдельным предпринимателям продавать самолеты в Испанию. Опять казуистика. Агюст, это не парламентские комбинации. Осторожно, это пахнет кровью. Я говорю с абсолютной уверенностью, слышишь, с абсолютной. Они пойдут на все. Хитрить не приходится. Если ты пропустишь хотя бы один самолет, вспыхнет война. Я знаю, что ты искренне ненавидишь войну, поэтому я пришел именно к тебе. Это мой крик, это крик всех французских матерей, это крик Франции. Конечно, я сделаю все, чтобы сохранить мир. Я это знаю, но твои враги работают. Среди радикалов полное смятение. Мальви кричит, что ты не хочешь считаться с национальными интересами, и его слушают. Я уже не говорю о правых. Конечно, Бретель дураки помешанные, мы не испанцы, мы передовой народ, у нас такой режим невозможен. Но Бретель пользуется огромным влиянием. Вчера он заявил, что посадит тебя на скамью подсудимых, как одного из зачинщиков войны. Я убежден, что ты расстроишь их игру. Я так и отвечаю, Виар порука невмешательства. Успокой ты меня. Я хочу услышать твердое да. Теса размахивал руками, отбегал в дальние уголы, оттуда повторял, как заклинание своей тирады. Потом подбегал вплотную к Виару, даже улыбался. В нем неожиданно проснулась стойкость. Тень Муньеса, казалось, присутствовала в кабинете. На том самом месте, где фиглярствовал Теса, час тому назад стоял затравленный судьбой, но гордый Муньес. И Виар, говоривший со своим старым товарищем как бездушный дипломат, теперь перед угрозами Теса пытался сохранить свое достоинство. Он даже забыл о стратегии. Когда Теса потребовал ясного ответа, он сказал «Я выполню мой долг» и большего Теса от него не добил. А когда Теса ушел, Виар в изнеможении прилег на короткий диван, подогнул ноги и стал мучительно думать «Как быть?» Мешала сильная головная боль и тошнота. «Да чего Теса Гнусин? Визжит, плюется, неужели женщины могут его любить?» «Да, но Теса подослали». «Правые радикалы». «Может быть Бретель?» «Может быть итальянцы из посольства?» «Сложная игра». «Это правда, что они лезут на рожон?» «Значит, война?» «На что скажет народ?» «Он, Виар, сорок лет обличавший войну, пошлет миллионы людей на смерть, а в Испании уже убивает». Закрыв глаза, Виар увидел трупы среди камней, покрытые большими мухами, развороченные тела, развороченные дома. «Что же делать?» Теса сказал «не одного самолета». «Да, радикалы могут выйти из кабинета». И забыв о бедствиях войны, Виар погрузился в привычную ему арифметику, подсчитывал, сколько голосов соберет правительство в испанском вопросе. Конечно, меньшинство. Тогда радикалы пойдут на соглашение с правами, от Тевса до Бретейля. Это начало конца. Для Бретейля такой кабинет будет коротким этапом. Он мечтает о диктатуре, а теперь 6 февраля куда страшнее. Лаочники и кулаки, испуганные забастовками, пойдут за Бретейлем, распустят социалистическую партию. Верховный суд судит Виара. Он пытался вызвать войну. Ведь достаточно им сбить один самолет, чтобы все раскрылось. Прокурор говорит, А-68 при содействии Виара... Нет, с такими вещами не шутит. Виар томился до 10 часов вечера, не зная, на что решиться. Наконец, жмурясь от головной боли и тоски он вызвал начальника секретной полиции. Мне сообщили, что инженер Пьер Дюбуа пытается переправить в Барселону 11 бомбардировщиков А-68. Это может вызвать международные осложнения. Необходимо задержать самолеты. Вы считаете это выполнимым? Вполне. Они должны находиться на одном из аэродромов Сена, здесь или в Тулузе. Я сейчас же распоряжусь. Когда начальник полиции ушел, Виар снова лег на диван. Он принял две таблетки от головной боли. От лекарства все в нем оцепенело. Трудом он шевелил рукой, ныло под ложечкой, а ногам было холодно. Он старался ни о чем не думать. Теперь все сделано, надо ждать. Все же слово предательства пришло, и, придя, не хотел он говорил себе вздор, я никого не предаю, дело испанца все равно проиграно, 11 самолетов против 200, дети как рабочая лана. Я спасаю тем самым народный фронт, нашу партию и мир. Я выполнил мой долг и только. Он уговаривал себя как уговаривает мать пугливого ребенка, но снова из густой синевы он погасил свет. Выплывало тоже длинное слово, похожее на черную скользкую рыбу. Вдруг он вспомнил пограничный поселок Сербер. Когда-то он часто бывал там. Один раз с отцом Пьера. Розовые дома на уступах горы, лодочки рыбаков, виноградники, большой шумный вокзал и сладкое вино вроде муската. Вот в Сербере его будут благословлять. Ведь рядом война, то и только подняться на горку или пройти короткий туннель. Рядом разрушенные дома, женщины в слезах. А в Сербере матери скажут «Виар спас мир! Виар спас наших детей! Виар!» И он уснул, повторяя свое имя. Пьер кричал «Это невозможно! Я позвоню Виару!» Они стояли у фонаря под проливным дождем. Казалось нескончаемый поток готов залить все. Доски поплыли. Плаща комиссара текли струи воды. Приказ из Парижа. Наверное они согласовались с министром. А в Мадриде ждут. Сегодня радио сообщило о новом продвижении фашистов. Пьер попытался связаться с Парижем. Он долго стоял у телефона. На конторке спал жирный кот. Дождь шумел. Наконец Пьера соединили с секретарем Виара. Секретарь был любезен и холоден. Я передам господину министру. Господин министр занят. Не думаю, чтобы господин министр захотел вмешиваться в действия полиции. Пьер понял бесцельность разговора и положил трубку. Он смутно подумал, а ведь секретарь тоже социалист. Я выйду в Париж с первым поездом. Комиссар не ответил. Пьер пошел в маленькое кафе возле вокзала. Люди, входя, отряхивались. Внутри был уют, присущий всякому крову в непогоду. Пьер был занят своими мыслями. Он не сразу понял, когда хозяйка спросила, что ему подать. Сначала все вертелось вокруг Мадрида. Он видел кружок карты с четырьмя направленными на него стрелами. Муни сообщил, что 11 А68 завтра будут в Барселоне. Там приободрились, ждут. И все вот сорвалось. Неужели Виар? Он возмутился своей низостью заподозрить Виара. Он выпил рюмку коньяку, без остановки курил. Старался слушать разговор за соседним столиком о какой-то Мари, которая отравила кроликов соседа. Слушал дождь, вспоминал то глаза Аньес, то мутный фонарь среди водяных потоков. Но ничто не помогало. Мысли снова возвращались к Виару. Подозрения были мучительными и глухими, как начало тяжелой болезни. Он вспоминал едкие слова Мишо, рассказы Муниса о том, как его приняли социалисты. Нет, все это вымысел. Может быть, он заболевает? Его знобило в горячей сырости комнаты. До поезда оставалось еще два часа. Он пробовал дремать, читал в газете объявления о продаже мула ветелок, припоминал разрозненные сроки стихов. И опять показывалось лицо Виара. Он улыбался на трибуне под красным флагом. Что же случилось? Да просто секретарь ничтожества, чинуша. А полиция саботирует. Почему Виар не разогнал полицейских? Это как на подбор фашисты. Комиссар называл испанское правительство красными и презрительно усмехался из шайки Бретейля. Наверное, комиссара снимут. Вот только обидно, что потеряны сутки, а те ждут, ждут. Какая тоска. В кафе теперь было тихо. Одни разошлись, другие в ожидании ночного поезда дремали. Дремала и толстуха хозяйка, прижав к животу моток зеленой шерсти. В углу рабочий что-то доказывал товарищу, макая хлеб в красное вино. Пьер прислушался. Теперь все дело в Испании. Я поеду, увидишь, что поеду. Надо помочь, не то и нам крышка. Пьер сдержал себя, хотелось подойти пожать руку или крикнуть «Правильно!» Он только улыбнулся, рабочий понял и в ответ хитро подмигнул. Приехав в Париж, Пьер тотчас направился в министерство. Ему сказали, что министр занят. Два часа Пьер просидел в приемной среди просителей. Это были по большей части социалисты, которые хотели выпросить у Виара, кто орден почетного легиона, кто Синекуру. Дамочка нервничая щебетала, я ведь его знала, когда он был агитатором, мне он не откажет. Виар ее принял, принял и других посетителей, а Пьер все ждал. Потом ему сказали, министру ехал завтракать, вернется в три часа. Пьер просидел на скамье бульвара до трех. Кругом шла обычная жизнь, мастерицы закусывали хлебом с куском шоколада, дамы рылись в ворохах шелка, выставленных возле магазина, переругивались в шоферы такси, старики кормили воробьев, гиды показывали флегматичным англичанам достопримечательности, маклеры передавали друг другу последние биржевые курсы. Никому не было дела до Мадрида, а Пьер томясь думал, неужели возьмут Талаверу? Стрелка часов как будто уснула, Пьеру казалось, что он просидел здесь весь день, но еще не было трех. Позавтракав, Виар вернулся в министерство. Пьер по-прежнему сидел в приемной. Теперь он был один, прием закончился. Наконец к нему вышел секретарь. Господин министр просит извинить его, он занят срочной работой, он поручил мне переговорить с вами. Пьер начал рассказывать о самоуправстве комиссара. Секретарь его перебил. Господин министр в курсе дела. Мы социалисты и можем говорить откровенно. Положение очень тяжелое, приходится выбирать. Если мы придем на помощь испанцам, мы можем потерять все, война, а внутри торжество фашизма. Но Франко в Мадриде это Бретель здесь. Не думаю. Испания отсталая полуфеодальная страна, окраина Европы. Что важнее, отстоять Испанскую республику, искусственно созданную, не имеющую корней, или спасти дело социализма в передовой стране? К тому же это наша страна. Господин министр решил придерживаться политики строгого невмешательства. Тогда Пьер потерял голову. Тоска последних недель от бури в бретонском поселке до скамьи бульвара и смеха равнодушных людей, бессонная ночь с мучительной надеждой на честность Виара. Тревога за Мадрид все вылилось в одном крике. Господин министр Иуда! Это было настолько неожиданно, что секретарь переспросил «Простите, я вас не понял?» Но Пьер уже сбегал по лестнице, усланной малиновым ковром, сопровождаемой насмешливыми взглядами лакеев. «Не вышло у тебя с теплым местечком?» Напрасно Пьер метался по улицам в жажде опомниться. Боль была слишком острой, ее ничем нельзя было умерить. Он больше не гадал, как мог его кумир столь низко пасть. Он только ощущал ужас потери, пустоту, которая мешала вздохнуть. Значит, права Аньес и все, чем он жил, иллюзии, хитрые сети для простодушных, круговая порука притворства, его обобрали. Еще час тому назад он верил в доброту людей, в чувство товарищества, в дело, которым жил, как он покажется на глаза Муньесу. Талавера, и вспомнив об Испании, он очнулся. Нет, не все в мире переменилось за этот проклятый час. По-прежнему подростки Мадрида борются. У них нет А-68, только охотничьи ружья. Пьер поедет туда, там умрет. И мысль о смерти показалась выходом. Он догнал автобус скорее к Мишо. Мишо ему скажет, как пробраться в Мадрид. Мишо понял все сразу. Задержали? Да. Ты знаешь, кто? Виар. Понимаешь, я с ума схожу. Поеду туда. Ты мне в этом помоги. О нем я и говорить не хочу. Зачем говорить? Мишо почувствовал, как тяжело Пьеру. Он молча пожал ему руку, они стояли у окна, внизу дети играли в чехарду. Потом Мишо заговорил. Муньесу предлагают три потеза. Он ничего в этом не понимает. Ты у нас единственный специалист. Я понимаю, что тебе обидно. Мы теперь набираем. Может быть, и я поеду. От тебе нельзя. Без тебя здесь все сорвет. Пьер не возражал. Хорошо, завтра он поедет на аэродром. Хорошо, он останется. Вот закрылась и последняя лазейка. И, выйдя на улицу, Пьер растерянно поглядел по сторонам, куда идти. Он сам потом не мог понять, зачем поплелся через весь город к Андре, что искал в неуютной запущенной мастерской на улице Шершмиди. Полгода прошло с их последней встречи, Пьеру казалось десятки лет. Тогда он еще был желторотым. Как живешь, Андре? Что мог Андре ответить? Рассказать о том, как потрясли его события грозного лет, как он нашел и потерял Жанет? Вот начал натюрморт, а не получается. Пьер с изумлением посмотрел на приятеля. Ты все тот же, Андре. Помнишь, как я тебя затащил в дом культуры? Андре посвистел и спросил. Ты знаешь, что Люсьен в Испании? В газете было. Его назначили консулом. Что ты? А я думал, он сражается. Пьер усмехнулся. Ребенок, как тот давнишний Пьер. Он стал рассказывать про Виара. Как всегда, он жил слух. Ему хотелось, чтобы даже холсты на стенах заклеймили предателя. Но Андре молчал. Пьер спросил с запальчивости. По-твоему, это можно понять? Можно. Понять такое притворство? Он мне рассказывал, что хотел вместе с моим отцом спасти одного испанца. А теперь он их всех выдает. И это понять? Понять предательство? Помни портреты Гоя. Пьер кричал вне себя. Вот твое искусство! Да разве вы люди? вы смакуете все кровь, горе, тухлятину, как навозные жуки! Он выбежал на площадку лестницы и оттуда крикнул «Прости, я зайду в другой раз!» И только когда он ушел, Андре разобиделся. Он вышел на лестнице, но Пьера уже не было, и Андре грустно запыхтел трубкой. Почему Пьер его обругал? Он сказал, «Можно понять, конечно». Он такого виара насквозь видит, а Люсьен, тряса гуско, хорошо бы жить с собаками. Конечно, и они дерутся, шерсть вырывают, но без красивых фраз и на том спасибо. А Пьер его зря обидел. Предательство он не любит. Для Пьера пошли трудные дни. Он работал на заводе с ненавистью. Зачем ломать себе голову? Эти моторы пойдут Франко, Бреттейлю. Три потеза удалось переправить. Месяц спустя достали два истребителя. Все это было каплей в море. Мадрид слал отчаянные телеграммы. Французская полиция глаз не спускала с самолетов. А со столбцов газет глядело благородное лицо Виара. Он говорил о невмешательстве как о высоком подвиге. Мы спасли мир. Он пожертвовал пять тысяч на молоко для испанских детей, оговорив для всех детей. Пьер в тот день сказал Аньес. Как я не люблю ребят. Окажется, будь у Виара ребенок, я бы его задушил. Немецкие бомбы что ни день крошили дома Мадрида. На парижских стенах появились плакаты с фотографиями детей из Кромсона изуродованных. Аньес говорила «Не могу смотреть, это пытка». Пьер молчал. Его пытали давно. Франко взял Толеда. Он подходил к Мадриду. Одни газеты прославляли фашистов, защитников Алькасара, другие рассказывали, что марокканцев Толеда прирезали сотни раненых. Жюле писал «Наша старая французская мудрость охраняет нас от таких бедствий». Приятельницы Бреттейля готовили вечера в честь взятия Мадрида, а испанцы не сдавались. Пьер ощущал предательство Виара как общее предательство. Своё Аньес Франции и предательство становилось неотвязным запахом, привкусом, которого не перебить. Пьер ненавидел Париж за то, что Париж живёт, не поступившись ни одной из своих привычек. Те же кафе, переполненные в час аперитива, те же политические дебаты и карты, бридж или покер, те же мюзик-холлы с голыми актрисами, ни сирен, ни бомб, ни даже скупой слезы, ничего. Открылись школы, кричат ребятишки с новенькими папками и пеналами. Пьер знает, чем оплачен этот беззаботный смех, сражается в предместях Мадрида. На парижских бульварах позднее золото-каштан. Сезон охоты. В имени маркиза де Шамбрена пригласили Тесса. Он подстрелил Фазана, а потом исчез молоденькой горничной. Об этом рассказывает в кулуарах палаты. Авиар не любит охоты, он не может видеть кровь, пацифист. И Пьер злобно говорит, почему не вегетарианец? Только Мишо не унывает. Скоро в Испанию уедет первый отряд добровольцев. Пьер смотрит на Мишо то с восхищением, то с завистью. Вот человек. Как он сказал, победить труднее. Кажется, и Пьер начинает это понимать. Дипломатическая карьера не пришлась по вкусу Люсьену. Правда, служба занимала мало времени, но он не знал, что делать с досугами. Он равнодушно глядел на пышные фасады возрождения, на студентов и мулов. Он не мог жить без парижских кафе с их бесцельными спорами, без сплетен и драм знакомых, как свой мундштук, своя кровать. И Люсьен собирался уже пренебречь приличным окладом, когда испанские события неожиданно увлекли его. Снова этот человек, похожий на дорожные сигналы, которые как бы вспыхивают от света фар, решил, что нашел истину. мятеж мятеж обнимали обнимали пулемет паузы, и над ручными гранатами распускались кружевные веера. Все это было для Люсьена необычайным, привлекало пестротой, безвкусицей, приподнятостью тона. Он познакомился с одним из руководителей фаланги, худым, унылым майором Хосе Гуарнесом. Это был человек иступленный и в то же время холодный. Он днем расстреливал, по ночам проповедовал. Люсьен изумлением видел, что испанский офицер повторяет его затаенные мысли. Хосе говорил о священности и иерархии, о великолепии и неравенства, о подчинении толпы уму, таланту, воле. И Люсьен вспоминал свое парижское унижение, тупица из юмоните, посредственность Пьера, Пьеров, арифметику выборов, свое превосходство никем не оцененное. Фалангисты огнем добились признания. Хосе пишет памфлеты, не считая с мнением портных или землекопов. Люсьен всегда говорил, что старый мир можно опрокинуть только смелостью единиц, с заговором. Коммунисты в ответ смеялись. Они толковали о воспитании народа, об активности масс. Они живут прошлым. Маркс, коммуна, демократия, прогресс. Все это хлам. Как они не марксизм связан с декларацией прав, с энциклопедистами, с верой в науку, с отвратительной идеей о положительном начале человека. Общество не четырехугольное здание, как этот дом, но пирамида. Фашизм несет новые нормы, восторг перед физической силой, вместо книг спортивные рекорды, вместо докладов и дебатов, вооруженный захват правительственных зданий, вместо выборов автоматические ружья. Было в словах испанца еще нечто вдохновлявшее Люсьена. Культ смерти. Давно после смерти Анри Люсьен понял значительность небытия, его власть над всеми реакциями молодого и живого сердца. Он написал об этом роман. Увлечение коммунизмом было опиской. Он на минуту заразился чужим весельем, детской суматохой, раболепным отношением к молодости. Для Хосе, как для Люсьена, смерть была не только предметом раздумий, но абсолютной ценностью, коррективом к случайной и поэтому шаткой жизни. Люсьен отдался новому увлечению. И когда майор предложил ему съездить в Париж, чтобы связать фалангистов с Брейтейлем, он сразу согласился. Он даже не запросил Париж или посольство. Он не хотел думать о службе. Это его унижало. Поехал он через Хаку. Автомобиль несся по петлистым дорогам среди рыжих раскаленных гор. Не дерются ни человека. Пейзаж отвечал чувствам Люсьена. Смерть ему представлялась родной сестрой, рыжей и горячей. Какими ничтожными после испанской феерии предстали пред ним поля Франции, ее мирные дела, разговоры о платных отпусках и налогах. Все процветали, и в первый же день он услышал проклятую присказку «Все образуется». Отец встретил его с распростертыми объятиями. Теперь Люсьен был не блудным сыном, но дипломатом. Люсьен благоразумно не рассказал отцу, зачем он пожаловал. Тесса не стал расспрашивать сына о положении в Испании. Он считал, что победа Франка предрешена, остальное его не занимало. Зато он посвятил Люсьену свои планы. Его выбрали председателем комиссии по иностранным делам. Тесса изучает секретные донесения дипломатов. Нужную минуту он выступит с громовой речью и свалит кабинет. Люсьен зевнул. Опять парламентская кухня. Бретель знал, как разговаривать с разными людьми. Он был груб, верными типа Грине. Он умел соблазнять депутатов, даже льстить им. Люсьеном он держался как с равным. И Люсьен расцвел. Наконец-то его поняли. Сначала они говорили об агитации. Мятеж Франко должен стать примером. Бретель собирал деньги на золотую шпагу, которую хотел торжественно вручить защитнику Алькасара полковнику Москардо. Потом Бретель заговорил о черной работе, о транзите вооружения, о посылке в Бургас, летчиков, о связи, материалы разведки, работавшие в Барселоне, шли через Париж. Бретель спросил. Когда вы уезжаете? Не знаю. Бретель положил свою сухую как бы пергаментную руку на руку Люсьена. Я старше вас, но жизнь нельзя измерять календарными годами. Вы знаете, что такое настоящая ненависть? Зачем вам возвращаться в Испанию? Все решится здесь. Заговор? Да. Бретель рассказал об отрядах верных. Вам предстоит сыграть крупную роль. Ваш отец? Люсьен вспыхнул. У меня нет ничего общего с отцом. Я вас понимаю, но ваш отец теперь председатель парламентской комиссии. От меня они многое скрывают. И благодаря вам мы сможем вести игру, зная карты противника. Конечно, это менее романтично, чем Люсьен кивнул головой. Прощаясь, он сказал Бретелью. Вы знаете, почему я согласен на все? Даже на это. Есть судьба у каждого поколения. Если хотите, это исторический фатализм. Мы принимаем смерть не как распад клеток, не как бесцельное вращение материи, не как переход в загробный мир, но как высокое индивидуальное творчество. Бретель поглядел на рыжего красавца и грустно ответил. Может быть, вы правы, но я не могу отказаться от веры в личное бессмертие. У меня умер сын. Люсьен чуть было не поссорился с отцом. Тесса, узнав, что сын пренебрег дипломатической карьерой, топал ногами, визжал. Люсьен не мог изложить ему своих резонов. А тут еще пришлось выпросить отца несколько тысяч. Постепенно тускнели испанские картины. Заговор казался Люсьену игрой, ни плана, ни точной даты. Бретель отвечал, надо ждать. А друзья Хосе уже подходили к Мадриду. Люсьен аккуратно знакомился с содержимым различных папок на отцовском столе и представлял Бретелю сводки. Но занимало это немного времени. И скука караулила Люсьена в коридоре родительского дома, в передней Бретеле, на людной вечерней улице. Стараясь как-нибудь убить время, Люсьен не отказывался ни от одного приглашения. Танцевал, рассказывал небылиц и ухаживал за девушками. В него влюбилась дочь крупного заводчика Монтиньи. Жозефина была пухлой хохотушкой. Ее прельстил романтический облик Люсьена, рассказы о фанатизме испанцев, то, как среди светского разговора он неожиданно замолкал и, глядя в одну точку, смутно улыбался. Когда Теса передали о флирте сына, он просиял. Люсьен не так уж глуп, если променял место вице-консула на богатую невесту. Жозефина ждала объяснения, назначала свидание в пустых кондитерских или в Булонском лесу. Но Люсьен будто не замечал ее чувств. Как-то не вытерпев, она взяла Люсьена за руку. Это было в яркий осенний день в кровавой медной аллее. Вдалеке амазонка щелкала бичом. Жозефина вся покраснев отвернулась. Люсьен осторожно высвободил руку. «Давайте говорить откровенно. Вы мне нравитесь». «Потом вы богаты. А я вчера заложил часы. Но все-таки я вас пальцем не трону. Вам двадцать три года. Вы все время смеетесь. А я? Я, как мой приятель Хосе, обручился со смертью». Узнав, что Люсьен больше не встречается с Жозефиной, Теса приуныл. Из этого шалопая ничего не выйдет. Но его ждал новый удар. Он дремал над докладом римского посла, когда в его кабинет вошла Денис. Он обрадовался. За это время он почти не видел своей любимицы. Амали говорила, что Денис хворает, не в духе. Теса понимал, что Денис на него сердится с того вечера, когда он рассказал ей о своем парламентском успехе. Ах, это политика! Она ему испортила все лето. Амали не поехала на воды, заявив, что не хочет оказаться в своем любимом Вителе вместе с Чернью. Люсьен неожиданно вернулся из Испании, а Денис, может быть, она и вправду больна, бледная, под глазами круги. Он хотел спросить ее о здоровье, но не успел. Я уезжаю, буду жить отдельно. Теса даже завизжал от негодований. Вот как? С кавалером нет одна. Теса изумленно посмотрел на дочь. Наверное, больна. Он постарался сдержать себя, стал вежливым, иронии скрывая чувства. Может быть, ты соблаговолишь объяснить мне причины? Я думала, что ты сам понимаешь. После того разговора я не могу иначе, не хочу жить на твои деньги. Ты са вышел из себя. Предпочитаешь перейти на содержание к какому-нибудь тунеядцу вроде твоего брата? Я знала, что тебе нельзя объяснить. В этом может быть твое оправдание. Люсьен кругом виноват, потому что мог бы жить иначе. А ты все делаешь естественно. Берешь деньги, покрываешь негодяев, травишь испанцев, и теперь так же естественно меня оскорбляешь. Лучше не будем говорить. Погоди, куда ты идешь? К себе. Я сняла комнату. На деньги мамаши, то есть на мои? Нет. Я работаю в конторе. Сколько же тебе платят за твои ученые труды? Восемьсот франков в месяц. Ты сад деланно засмеялся. Очень пышно. Сто его тебя учить. Погоди. он растерянно схватил ее за руку, как ребенка. Жалость сменила гнев. Несчастная. Все это нервы. Девушке пора замуж. Он давно говорил о Мали. Денис, брось глупости. Тебе нужно отдохнуть, полечиться. Это обыкновенная неврастения. У меня в молодости бывали такие же припадки. Погоди. на Денис ушла. Он нагнал ее в передний, стал совать в руку деньги. Возьми, сумасшедшая, прошу тебя, возьми, ради меня. Денис ушла, не взяв денег. Песа вернулся в свой кабинет, лег на диван и вдруг заплакал. Слезы его самого удивили. Плакал ли он когда-нибудь? Глупая девочка. Ведь она погибнет. Разве можно прожить на 800 франков? Месяц не выдержит, сойдется с кем-нибудь за пару чулок, пойдет по рукам, а все из-за этой проклятой политики. Зачем он только занялся таким делом? Выйдя из постылого дома, Денис сразу почувствовал облегчение. Слывшая необщительной сурком, она не переставала улыбаться. Корректная нищета, с которой ей пришлось познакомиться, не сломила ее веселье. Брюзгливый бухгалтер насмешливо звал ее «наша птичка». В темной конторе, где с утра зажигали электричество над письмами о тоннах английского антроксита, Денис улыбалась. Улыбалась она и дома. Она сняла чердачную комнату в маленькой гостинице. На темной винтовой лестнице пахло сыростью и дешевой пудрой. В крохотной комнате с грязными обоями едва помещалась кровать, но даже эта коморка казалась Денис прекрасной, и впервые мутное зеркальце, висевшее на стене, отражало лицо полное веселье. Решения Денис медленно созревали. Был один из первых вечеров весны, когда, познакомившись с Мишо, она смутно почувствовала начало своего освобождения. А теперь осенний дождь стучал ночь напролет о чердачное оконце. Нужны были все события этого лета, беседы с Мишо, долгие размышления, чтобы Денис наконец-то нашла себя. Но и забавно нахмуренный лоб и улыбка говорили, что решение ее бесповоротно. Так настал вечер, когда, встретившись после долгого перерыва с Мишо, она просто сказала, а теперь о поступках. Я хочу что-нибудь делать для испанцев. Вечера у меня свободные. Они шли по бульвару Себастополь. Стоял плотный туман, первый туман парижской осени. Фонари среди желтых облаков, казалось, сплыли. Ничего нельзя было разобрать, и прохожие налетали друг на друга. К морской сырости примешивали запахи жареных каштанов, духов, гари, а красные буквы фрегат, лип, цветы, то показывались в клубах дыма, то исчезали. Я вам хотел позвонить. У меня теперь нет телефона. Я переехала. Он все понял и сжал ее руку. Она засмеялась. Веселые глаза мелькали в тумане как буквы вывесок. Они пришли в комитет. Там слышалось одно слово «Мадрид». И кто только его не повторял, подростки, мечтавшие о боях, женщины с грудными детьми, принесшиеся до скудных сбережений, отдавшие последние матерям Мадрида, рабочие, художники, официанты, студенты, иностранцы. В эти две тесные комнаты, украшенные планом Мадрида и бумажным флагом Испанской Республики, прибегала затравленная, но живая совесть Парижа. Со страхом говорили «подходит к Мадриду», утешали себя надеждой «отобьют», предлагали деньги, руки, жизнь. Денис договорилась, она будет приходить сюда каждый вечер. Мишо улыбнулся, услышав, с какой простотой она ко всем обращалась «товарищ, будто всю жизнь так говорила». Он пошел ее проводить, купил каштаны, она грела каштанами взявшие пальцы и рассказывала о своей жизни. «Бухгалтер ужасный ворчун, снова я из-за вас посадил кляксу, а заведующий фашист и подлет, уверяет, что они уже взяли Мадрид. Мне он предложил «пойдем в кино», намекнул, что от него зависит повысить жалование или прогнать. Я им ответил, что у меня ревнивый любовник, который стреляет без промаху, сразу отстал. Они смеялись, им было весело, в этакий туман, когда не знаешь, куда ступить, они нашли свое счастье. А потом Мишо сказал «послезавтра уезжаю». «Туда?» Он кивнул головой. «Мишо вы вернетесь?» Он молчал. «Я знаю, что вы вернетесь». Он не отвечал. Ему вдруг стало грустно. Почему все вышло так нескладно? Ведь они встречались, разговаривали, а о чем-то не поговорили. Теперь он уезжает. «Мишо, я хочу, чтобы вы вернулись». И Мишо снова повеселев сказал «конечно вернусь». «Победим и вернусь». А тогда вот и гостиница. Маленький красный огонек еле виден. Они чуть было не прошли мимо. Простились они просто, как всегда. Но Денис вдруг оглянулась, кинулась к Мишо и неловко поцеловала его в щеку. Когда он опомнился, ее уже не было. Он долго стоял один и улыбался. Плыл туман, весь пронизанный светом. В тот вечер, когда рабочие Сена собрались, чтобы отпраздновать отъезд своих товарищей в Испанию, газеты сообщили о заявлении советского представителя в лондонском комитете. Несколько строк сухой телеграммы взволновали рабочий Париж. На улицах, в метро, в кафе люди говорили «теперь испанцы не одни». Мишо чувствовал себя именинником. К радости отъезда прибавилась другая, торжество идеи, которой он посвятил жизнь. И, волнуясь, он начал свою речь. Как долго это было только мечтой! О чем мечтал затравленный Бабеф, вдохновляя Сан-Келотов Сент-Антуан? Перед казнью, он сказал судьям, наша революция только предтеча другой, более великой и прекрасной. В 48-м блузники умирали под пулями гвардейцев. Работа или смерть? Коммунизм для них был смутной мечтой, волшебным хлебом, сказочными мастерскими. И отцы, умирая, говорили детям придет социальная. Суеверно они не называли ее по имени, а дети подняли знамя коммуны. Форты Парижа защищались, как теперь Мадрид. Версальцы расстреляли десятки тысяч лучших и, ожидая пули, пленные в оранжереях Версале кричали «Она придет!» Это было мечтой. За ней умирали статичники Фурми, за нее погиб Жорес, о ней бредили солдаты в казематах Вардена, в окопах Шампани. Эта мечта стала жизнью, страной, огромным государством, и этого больше никто не скроет, не вычеркнет. Мы идем сражаться не за то, что может быть, но за то, что существует. По приказу Блюма и Виара граница была закрыта, однако каждый день сотни добровольцев пробирались через Пиреней, одни в поезде с бумагами торговых представителей или журналистов, другие пешком по горным тропинкам. Вместе с Мишо поехали еще восемь рабочих, для которых достали соответствующие документы. Мишо ехал как специальный корреспондент Лавуанувель. Бумажку раздобыл Пьер. Девяносто четыре добровольца отправились в Перпиньян, откуда их должны были перебросить в Каталонию. Поезд отходил в восемь часов вечера. На подземном вокзале Орсе собралось много провожающих. Возле вагонов первого и второго класса стояло несколько человек. Смеялись молодожены. Старичок покупал журнал с голой женщиной на обложке. Дама в окне нервно теребила букет. Носильщики подбрасывали чемоданы с пестрыми наклейками гостиниц всего мира. Уезжали коммерсанты, парижанки, решившие отдохнуть на юге от осенних туманов, чиновники, направлявшиеся в Алжир. Кое-кто говорил об испанских событиях. Мадрид не сегодня-завтра возьмут, а тогда все успокоится. Возле вагонов третьего класса стояла необычная толпа. Здесь тоже были цветы, красные розы и гвоздики. Среди дыма они казались крохотными флагами. Пришли друзья, товарищи, матери и жены добровольцев. Сказанные в полголоса слова любви и верности перебивались радостным гулом. Теперь не возьмут Мадрида криками, песнями. Денис затерялась в толпе и только когда кондуктор крикнул «Садиться!» она пробралась вперед и взял Мишо за рукав тихо сказала «Я буду ждать!» Раздался свисток и на платформе поднялись кулаки и кулаки показались из окон четырех вагонов, а возле вагона первого класса дама вскрикнула «Какой срам!» Денис махнула платком. Сквозь туман она увидела Мишо он кричал «И еще как!» Старуха мать одного из добровольцев плакала на взрыт а в черноте туннеля мелькали красные огни и оттуда неслась песня новой войны. Мишо так устал за все последние дни что сразу уснул. Сквозь сон он слышал грохот колес поры названия станции он проснулся на рассвете возле Нарбонной поезд проезжал мимо серых озер с безлюдными берегами поросшими ивняком. Над неподвижной водой низко кружились птицы потом вода стала розовой от солнца и Мишо ни о чем не думая жил в эти минуты Денис теплотой ее руки ее последними словами было это не грустью но большой тишиной вот и море до чего оно спокойное все здесь создано для счастья и виноградники и южное солнце и легкие сети рыбаков но война рядом за теми горами все в вагоне проснулись жадно смотрят люди на горы то лиловые то кирпично красные за ними судьба испанские пограничники встречая почти пустой поезд остались только добровольцы поднимают кулаки рядом с первыми развалинами ребята насвистывает марш Риего беспечный и печальный шесть недель спустя лейтенант батальона парижская коммуна Мишо сотни французов защищали маленькую полуразрушенную деревушку близ Мадрида они пришли сюда за час до рассвета кругом была Кастильская Сьерра подобная окаменевшему морю как не походили эти люди на окружавший их пейзаж все в них было другим и веселые подвижные лица и шутки и кордавая речь они не могли слиться с жестокой и прекрасной землей с жителями полными важности и суровости скрытого иступления дети насмешливого и ребячливого Парижа они чувствовали себя чужестранцами только вера в общее дело и сердечность испанцев смягчали эту тоску фашисты начали наступление около семи часов утра после короткой артиллерийской подготовки четыре пулеметчика погибли под снарядом Мишоева товарищи лежали в наспех вырытых неглубоких окопах на верхушке холма они видели как фашисты поползли по каменным уступам пулеметный огонь остановил врага но вторая волна последовала за первой Мишо скомандовал гранатами это длилось несколько минут ему казалось весь день атаку отбили товарищ Мишо слесарь Жантей умер в полдень он мучился и говорил передай на Мишо не мог разобрать слов к вечеру испанский батальон сменил французов из сотни в живых осталось сорок два семнадцать отправили в лазарет французы развели огонь грели распухшие ноги варили суп кто-то вздохнул а суп-то пустой обычно на отдыхе они шутили пели сегодня несмотря на военный успех всем было тяжело сколько друзей они оставили на холме среди камней колючего кустарника а вечер был холодный дул ледяной ветер бойцы плохо одеты ежились один все время ругался видно было что темные слова его успокаивали кого он ругал суп ветер фашистов войну деревня была пуста жители разбежались только в двух трех домиках мелькали слабые огоньки к кастру из темноты как призрак подошла старуха это была обыкновенная крестьянка в черном платье с черным платком на голове она что-то сказала Мишо он не понял трудом он выучил несколько испанских слов тогда старуха принесла окорок и стала показывать руками ешь Мишо вспомнил мать Жано это как Клеманс вздыхает наверное говорит и тебя убьют как мал свет и так все понятно Мишо сказал сидевшему рядом товарищу вот они говорят вы за нас сражаетесь нет мы деремся за Париж за Францию и Жантей сегодня умер за Париж я у него как-то был он жил в Монруже маленькая площадь а внизу кафе и товарищ в ответ тихо запел Париж моя деревня Париж жил своей обычной жизнью театральные премьеры осенняя сессия парламента новые моды очередной крах банка сенсационное похищение богатой американки несколько песенок несколько самоубийств Теса все еще надеялся свалить Блюма но в кулуарах говорили что правительство окрепло политика невмешательства успокоила радикалов исчезли и красные и трехцветные флаги ДСР торжествовал он правильно поставил на благоразумие народа в других странах люди убивают друг друга тянув кушак вооружаются строят форты тюрьмы приветствуют трибунове полководцев а Париж аплодирует все тому же Морису Шевалье который не смущаясь тысячный раз поет Париж остается Парижем однако под покровом этой мирной жизни шла борьба как водовороты кипели глухие страсти раскалывали семьи и не один тысав в эти дни потерял домашнее спокойствие поры в кафе кончались иногда выстрелами чаще молчаливым разрывом все определялось чужими географическими названиями борьбой соседней но бесконечно далекой стране Испания рассекла Париж на два лагеря все возмущенные летними забастовками дрожавшие за свое добро закрывавшие ставни когда мимо их домов проходили демонстранты надеждой накалывали на карту желто-красные флажки а в рабочих кварталах поглядывая на ту же карту говорили Мадрид держится в середине ноября даже газеты Бреттейля должны были признать что войска генерала Франка остановились у самых ворот Мадрида в парижских пригородах повторяли чудодейственные слова пришедшие с берегов Монсонареса не пройдут ходили легенды о доблести мадридских рабочих как о подвигах Роланда рассказывали об интернациональных бригадах и не раз металлисты или текстильщики с гордостью прибавляли там и наши Дюваль Жак Анри прочитав утренние газеты Виар усмехнулся Мадрид держится зелен виноград того дня как Виар стал министром он больше не думал о борьбе идей о столкновении классов о жизни мира политика превратилась для него в уступки одним и другим в подсчет ежедневной а то ежечасной правительственного большинства назначение награды перемещения мир стал тесным как комната заставленная ценными и легко бьющимися безделушками не повернуться не двинуть рукой и вот сейчас сказав себе что Мадрид держится Виар на минуту вырвался из этой тесной комнатушки он с радостью вздохнул все-таки молодцы он даже подумал там и наши есть среди них социалисты рабочие Виар сказал секретарю читали Бретель рано праздновал победу рабочие это не его верные которые чуть что бегут как кролики вскоре Виар снова отдался скучной кропотливой работе начался прием пришлось уклончиво отвечать отказывать приятной улыбкой сулить невозможное пришел депутат Перу который во время июльской демонстрации докучал Виару Перу разумеется негодовал каждый день десятки людей тайком переходят к границу мы восстанавливаем против себя Франко а завтра он будет хозяином всей Испании население моего департамента особенно заинтересовано в сохранении добрых отношений с Испанией безотносительно к тому кто ею правит Виар ласково улыбнулся дорогой коллега еще неизвестно кто победит вы ведь читали последние телеграммы впрочем я не возражаю мы обязались не пропускать в Испанию добровольцев и мы это выполним когда Перу ушел Виар сказал секретарю нужно будет написать префекту восточных Пиренеев усилить пограничную охрану к счастью не было официальных приглашений после пышных завтраков которые утомляли желудок Виара он с удовольствием съел яйцо в смятку и шпинат предстоял прекрасный день вместо парламентского заседания высокие эстетические эмоции Виар давно уже собирался посмотреть работы молодого художника Андре Корно который выставил в последнем салоне чудесный пейзаж ветвистый каштан слева карусель право крохотная фигура возле стены наверное и другие работы интересны о Корно много говорят а тот пейзаж Виар купит Виар не был скуп но и не любил швырять деньгами он с удовлетворением подумал в салоне просили три тысячи значит отдаст за две узнав о предстоящем визите Андре вспомнил рассказ Пьера и поморщился черт бы его побрал прибрать что ли мастерскую нет не стоит Виар покорно перестав холсты исчезают а кони карусели отдыхали вот этот пейзаж я хотел бы приобрести Андре помрачнел постучал трубкой о стол потом взял холст и поставил его лицом к стене Виар удивленно спросил он продан с грубостью ребенка не раздумывая не выбирая слов Андре ответил я не хочу чтобы он висел у вас вы не понимаете всему есть пределы чтобы вы на него смотрели нет когда Виар испытывал обиду все его лицо дрожало кончики усов нижняя губа подбородок он вежливо сказал как вам будет угодно поблагодарил Андре за доставленное удовольствие и церемонно вышел из мастерской Андре поглядел ему вслед и выругался кривляка и вот в такое чучело Пьер верил как бабки верят в Богородицу не до чего люди доходят и хорошие люди как Пьер Андре махнул рукой и сел за работу прерванную приходом Виара работа не шла но он не отпускал себя от холста боялся мыслей злобы тоски когда стемнело он не зажигая света лег на диван и стал ждать того часа когда в мертвой мастерской раздастся голос Жанет это было как наркоз которому он пристрастился где бы ни заставал его этот час он глазами искал приемник а сегодня каштан и карусель с новой силой разбудили воспоминания часы шли медленно наконец вспыхнул зеленый глаз кто-то пропел попили кали и вот Жанет сначала она говорила о дне моря о раковинах их вечном шуме это была реклама искусственного жемчуга потом Жанет читала чьи-то стихи он не расслышал имени автора обманутой дано мне умереть и как песок часов старинных медь снова пили кали и пели Андре машинально повертел стрелкой тонкий женский голос сказал по-французски говорит Мадрид сегодня наши части составленные из бойцов Ла-Манчи совместно с бойцами интернациональных бригад отбили атаки в университетском городке контратакой мы выбили фашистов издания медицинского факультета немецкие самолеты совершили два налета на северные кварталы города среди населения имеются убитые и раненые Андре выглянул в окно старая улица Шарш-Медис спала спали и антиквары и весельчак сапожник и цветочница спали посетители курящие собаки спали коты редко проходили запоздалые пешеходы прогремел грузовик потом снова наступила тишина серые дома казались брошенными и огромная тоска владела Андре он подумал о Мадриде он никогда не видал этого города и все хотел его себе представить какой он белый темный шумный тихий неизвестно но ночью все небо горит а внизу кричит женщина и так каждую ночь но ведь это хуже смерти от этого можно сойти с ума не от бомб от одинокого крика а помочь нельзя вот они закрыли ставни навалили на себя перины и спят им уютно от того что на дворе сыро и холодно уютно от того что в далеком Мадриде горят дома уютно а потом вдруг это небо наполнится гудением ночь черная и враждебная оживет беспомощно вопьются в небо глаза прожектора нет не отыскать и грохот одна другая третья кто-то объявит по радио имеются убитые и раненые и ночью вскрикнет женщина может быть Жанет зачем ей обманывают этой тишиной зачем не разбудят не скажут беги в поле к морю все равно куда их всех обманывают из сапожника и кошек всех Жанет сказала обманутой дано мне умереть просто и страшно не забудем не забудем не забудем Продолжение следует...